Происхождение человека Приматы появились примерно 65 миллионов лет назад, когда на планете вымерли динозавры и освободилось огромное количество экологических ниш, которые раньше этими динозаврами были заняты. Среди прочих освободилась экологическая ниша активных древесных собирателей, которые скакали по веткам и собирали все, что там росло и двигалось. И первый приматоподобный зверек, который нам известен, это Пургаториус, собственно, изживший 65 миллионов лет назад в Северной Америке. Пургаториус внешне был похож больше скорее на белку или современную тупаю, если правильнее, но тем не менее обладал, был вот такого примерно размера, но обладал всеми основными чертами, которые привели к появлению нас, людей. То есть он активно прыгал по веткам, что дало ему скорость соображения, потому что когда быстро прыгаешь по веткам покачающимся, надо быстро соображать, куда скакнуть, чтобы не упасть вниз. Чуть погодя не ему самому, но его потомкам, это дало хватательную кисть для того, чтобы цепляться за эти ветки, потому что когда бодро прыгаешь, то цепляться когтями не очень здорово. Можно упасть все-таки, сорваться. А когда хватаешь, то хорошо. У него еще были когти на самом деле. Это дает, древесная жизнь дает безопасность, потому что когда живешь на дереве, на веточках, на тоненьких наверху, то большой хищник туда и не залезет, ну и тогда их, собственно, особо и не было, потому что это только начало кайнозоя. И хищник не страшен. И если там безопасно, то можно не скрываться, можно шуметь, голдеть, жить днем, например, выйти в дневной образ жизни, правда, тоже чуть попозже совершилось. И эти свойства, они есть у современного человека любого. То есть, ну, вы сейчас немножко притихли, но вот перед этим голдели. Это, собственно, свойство, которое вот с тех времен к нам и идет. И после окончания лекции тоже все будут шуметь, кричать, бегать, прыгать, потому что не боятся хищников. Но если хищников не боятся, то можно долго и упорно выращивать потомство. То есть, можно его не прятать где-то там в норе и скорее-скорее его выращивать, а можно долго, с чувством его растить, достаточно беспомощное, и вложить много-много сил и энергии в его воспитание. Соответственно, поведение становится из врожденных, закодированных в геноме таких инстинктивных, приобретаемыми путем обучения. Человек в итоге достиг в этом апогея, апофеоза, а у них это, естественно, еще только начиналось. К тому же, эти существа еще были всеядные. Всеядность дала способность осваивать в последующем любую экологическую нишу практически, ну, хотя приматы не все экологические ниши освоили, в море они так и не вышли и в землю не закопались, ну, кроме шахтеров. Но, в принципе, достаточно широкие возможности это дает. То есть можно питаться тем, можно другим, а на интеллекте это тоже сказывается, потому что если существо всеядное, то оно должно обладать хорошей памятью, в том числе пространственной, чтобы помнить, что сегодня здесь, допустим, фрукты, завтра там насекомые, послезавтра там какие-нибудь листья. Надо иметь любопытство и надо быть любопытным, и приматы этим как раз отличаются очень здорово. Поэтому любой человек, когда идет, все время там какие-то монетки подбирает, какие-то камушки еще, даже то, что не сильно надо. Это свойственно всем, на самом деле, приматам, начиная от самых простейших там лемуров, и у человека, опять же, достигают вершины. Тогда это было еще только, опять же, на самых-самых началах, потому что мозг этого самого проготовывался и весил меньше одного грамма. Ну, он сам весит целиком, весил грамм 10, то есть это было совсем небольшое существо. Ну, чтобы проникнуться масштабами, можете сходить в биологический музей имени Тимирезева. Недалеко от зоопарка. И там у нас есть выставка, и на ней есть чучел, который этого проготовывался. Ну, естественно, как бы не оригинал, и там из сонии есть какой-то сделанной, но, тем не менее, в натуральную величину. В последующем прогресс шел, и из вот такого рода существ появились плезиодаписовые. Плезиодаписовые, вот такой вот, ну, тут он рыженький изображен, не обязательно, конечно, там цвет неизвестен. Они были достаточно с животными неторопливыми, с очень маленькими, в общем-то, тоже мозгами, но у них все свойства развивались. Вот у этого, собственно, плезиодаписа как такового мозг был размером где-то грамм 5-6. А само существо весело где-то 3-4, может, там, особо одаренные 5 килограмм. То есть размер кошки практически, но у кошки, у современной, примерно 30 грамм мозгов, ну, там где-то 26-27. То есть получается, что вот эти вот плезиодаписы были раз в 5, а то и в 6 неинтеллектуальнее современной кошки. Ну, то есть представляете свою кошку еще и в 5 раз тупее. Это наши предки уровня примерно 60 миллионов лет назад. Но секрет заключается в том, что в тот момент, в то время они были самые интеллектуальные, потому что в это время тогда никого умнее не было. И кошек вообще не было, а какие-то там предки хищных, даже отряда хищных не было еще, они были гораздо проще, гораздо примитивнее. И во все последующие времена, в принципе, это соотношение тоже выдерживалось. Но, тем не менее, хищники появляются, которые лазают по деревьям, в том числе, довольно бодро, и этим существам приходится тоже эволюционировать. Во время примерно 55 миллионов лет назад, ну, там чуть пораньше, может быть, вот эти плезиодаписовые разделяются на две большие ветви. Одна из них – это амомисовые, которые стали, эти адаписовые, вернее, плезиодаписовые стали адаписовыми, которые стали предками современных лемуров. Ну, и, в принципе, это параллельная ветка к нам мало отношения имеющая. И амомисовые. Ну, вот здесь изображен архицебус, живший как раз 55-56 миллионов лет назад в Китае. И вот эти вот самые амомисовые стали одновременно предками современных долгопятов, в одну сторону. Это очень-таки специализированные современные приматы, живущие в Индонезии, на Суавесе, ну, там всяких близких островах. А с другой стороны, нашими предками, ну, и конкретно вот этот архицебус, он практически идеальный предок и по времени своего существования, и по строению своему, и по такой неспециализированности. Они тоже, значит, развивались. И в интервале времени где-то от 45 до 30 миллионов лет назад появляются настоящие уже обезьяны. Настоящие обезьяны от предыдущих вот этих полуобезьян, которые наверху изображены, отличаются тем, что у настоящих обезьян в среднем более крупные размеры. Ну, хотя поначалу это было не совсем так. Вначале они тоже маленькие были, но довольно быстро они подросли. Настоящие обезьяны, они дневные, и они в основном все-таки фруктоядные. То есть первые маленькие вот эти существа во множестве питались и насекомыми тоже. Приматы в основном от этого отказались, ну, потому что когда существо довольно крупное, ну, там, хотя бы полкиола весит и больше, то питаться насекомыми становится не очень выгодно, потому что на охоту за насекомыми потратят, существует больше энергии, чем, собственно, получится этого насекомого. Поэтому они переходят на питание фруктами в основном, ну, иногда листьями. Ко времени, порядка 30 миллионов лет назад, нам известен Сааданиус, вот этот вот примат, найденный в Саудовской Аравии, что само по себе примечательно, потому что в Саудовской Аравии до недавнего времени ископаемых остатков приматов не было известно. А место самое такое интересное, потому что оно на границе Африки и Евразии, и понятно, что там должны были быть приматы в любом случае, потому что и в Азии они есть, и в Африке есть, и какие-то очень должны быть интересные. Ну, и когда стали искать, тут же сразу и нашли, что лишний раз показывает, что иногда, если у нас где-то что-то не найдено, то, может быть, просто стоит поискать. Ну, и, собственно, Сааданиуса нашли, нашли череп, лицевой отдел, очень такой красивый и замечательный. Ну, правда, самому этому Сааданиусу, конкретному этому индивиду не очень повезло, потому что, судя по следам на костях, какой-то хищник ему лицо откусил и выплюнул. Но нам теперь досталось целое красивое лицо. И вот этот Сааданиус – это последний общий предок нас и мартышкообразных обезьян. С него в одну сторону пошли мартышкообразные, то есть это современные мартышки, макайки, павианы, а в другую сторону – человекообразные. Первые человекообразные, ну, появляются, собственно, примерно 26 миллионов лет назад. И здесь представлен не самый ранний, но такой интересный проконсул. Проконсулы имели размеры примерно с макаку, вот такого примерно размера, тоже в Темирейском музее, там чучелка стоит, натуральную величину. У них была одинаковая длина рук и ног, то есть от них та линия, которая ведет к современным человекообразным обезьянам, стала увеличивать длину рук, и у современных гиббонов, орангутанов, шимпанзе-гореллу руки очень длинные. А в другую сторону другая линия стала увеличивать длину ног, и это получились мы уже. Но чем они, собственно, очень сильно похожи на нас, что у них уже не было хвоста. То есть примерно порядка 20 миллионов лет назад или чуть пораньше хвост таки исчезает, и у них уже хвоста не было, ну, потому что у нас есть практически целые скелеты, мы про это точно знаем. Мозгов, правда, у них тоже еще было не сильно много, потому что проконсулы имели мозг примерно как у современного павиана. Ну и примерно того же они и размера тела, но павиан это мартышкообразный обезьян. А ко времени примерно 10 миллионов лет назад некоторые человекообразные, вероятно, стали спускаться с деревьев. Потому что в это время, то есть где-то от 12 до 7 миллионов лет назад, климат на планете начинает ухудшаться. И в Африке в особенности это актуально, потому что дальнейшая эволюция шла в Африке, климат становится более холодным и сухим. И те площади, которые до этого были заняты большими площадями тропических лесов, превращаются в саванны. То есть были леса, леса сохнут. При этом надо всегда помнить, что этот процесс растянулся на несколько миллионов лет. То есть не надо так себе представлять, что прямо там все деревья попадали, засохли и тут же появилась саванна. Это растянулось от 12 до 7 миллионов лет. И у человекообразных обезьян, которые жили в этих лесах, было три варианта дальнейшей судьбы на выбор. Первый вариант вымереть, самый неинтересный вариант. Ну, собственно, большинство и вымерло. Второй вариант остаться в тех лесах, которые все-таки сохранялись. И теперь у нас есть гиббоны, орангутаны в Азии, и шимпанзе, и гориллы в Африке. И третий самый интересный, это приспособиться к открытым пространствам, которые вот эти самые занимают площади лесов. И выйти в саванну. В это же время, что характерно, в саванну выходит масса всяких других животных. Из приматов, например, павианы в это же самое время появляются. И этот пример показывает, что наш вариант эволюции был не единственно возможным. На самом деле были варианты и другие. Потому что павианы, они как по деревьям бегали на четвереньках, так они и на землю спустились на четвереньках. Но наши предки в это время, ну, где-то порядка 12 миллионов лет назад, 10 миллионов лет назад, перешли, еще живя на деревьях, к так называемому вертикальному лазанью, когда они передвигались по стволам в вертикальном положении. И современные, собственно, шимпанзе-горилла так же делают. И это перестраивает всю, весь план строения тела. То есть позвоночник становится вертикальным. Органы не просто подвешены на позвоночник, на дугу, да, а уложены уже стопочкой друг на друге. И такому существу, когда оно спускается с дерева, труднее перевернуть вереньки, чем встать на две ноги. И, собственно, это было одной из предпосылок появления двуногости. Ну, не единственная, естественно, но такой весьма важный. И с этого момента, где-то примерно 7 миллионов лет назад, у нас есть уже довольно-таки основательная генеральная линия эволюции. Первая группа таких почти прямоходящих существ называется ранние австралопитеки. Они жили в Африке как раз от 7 до примерно 4 миллионов лет назад. В настоящее время известны как минимум 5 видов, но нет особого сомнения, что их бы на самом деле было больше. Потому что почти все эти находки, кроме самого первого вида, найдены в Восточной Африке. И только сахилянтроп в Северной Африке, в Чаде. А на самом деле кто-то наверняка жил в Центральной Африке, в Западной Африке, в Южной Африке. Но про это время в тех местах мы ничего не знаем. Эти самые ранние австралопитеки, например, сахилянтроп, не хотели спускаться на самом деле на землю. Единственное, зачем они туда спускались, чтобы перейти до следующего дерева. Потому что они были приспособлены, в общем-то, по-прежнему к жизни на деревьях, что показывается, например, палеодиетологическими анализами. Есть всякие хитрые способы, как узнать, чем питались древние животные. По эмали зубов, по микроэлементному составу костей и там еще всякие хитрые способы. И получается, что все вот эти ранние австралопитеки, ну, кого, по крайней мере, смотрели до сих пор, все питались исключительно древесной пищей. Но, тем не менее, экосистемы реконструируемые оказываются с покрытием кронами деревьев примерно 40-60%. То есть получается, что деревьев много, но все-таки так вот скакать по веткам, перебираясь только по ветвям, не спускаясь на землю, уже не получится. Надо иногда и на землю тоже спускаться. А в саванне есть масса проблем. Тем более наши предки заняли такую специфическую экологическую нишу дневного собирателя. Ну, потому что на деревьях им это было с самого начала как бы присуще, потому что там тенек-то всегда есть. А в саванне это становится очень выгодно, потому что в середине дня в саванне никто, в общем-то, не активен. То есть все активны либо ночью, либо утром, либо вечером, когда темно более-менее и солнце не печет. Ну и, как известно из Киплинга, в полдень по улицам бегают только бешеные собаки и англичане, но в тот момент еще не было ни тех, ни других, поэтому, собственно, нашим предкам приходилось это нишу занимать. Но конкуренции нет, то есть там ни гиен, никаких там львов, ничего такого. Это очень здорово, можно первым добежать до еды. Однако днем жарко, соответственно, если жарко, то надо эту проблему перегрева решать. Особенно здорово ее можно решить с помощью активного потоотделения. Можно потеть. Ну, собственно, все приматы так или иначе потеют, но человек это делает особенно бодро. И если надо потеть, то вообще хорошо бы избавиться от шерсти, потому что шерсть длинная в лесу-то она нужна, чтобы защищать от дождя, потому что там дождевой тропический лес, каждый день дождь идет, и чтобы детишки за эту шерсть цеплялись. А в саванне перепады температуры суточные от ночи к дню гораздо больше, и если будет и длинная шерсть, и мы будем еще и потеть, то изнутри эта шерсть будет намокать, и ночью, когда на 20 градусов температура упадет, можно дать дуба. Ну, потому что это не лес. В лесу там, в принципе, температура одна и та же, и днем и ночью без разницы. А за счет испарения и крона. А в саванне нет, там перепад очень большой. Поэтому шерсть должна исчезнуть, чтобы потеть. Но если исчезает шерсть, то возникает проблема с переносом детенышей, потому что шерсть была нужна, кроме прочего, чтобы детеныши цеплялись. Если детенышам не за что цепляться, значит, надо таскать их на руках. Ну, любые приматы так или иначе таскают на руках, ну, кроме там некоторых полуобезьян, которые в зубах носят, какие-нибудь там галага. Но все-таки это уже нормальные такие существа, и поэтому на руках. А если самка таскает детеныша на руках, она скована, она хуже спасается от хищников, а до дерева еще надо добежать. Это уже не просто лес, это уже почти саванна. И она хуже собирает еду, потому что в саванне еды не меньше, чем в лесу, и даже, в общем-то, больше. Но рассредоточена она на большей площади. То есть в лесу нашел какое-нибудь дерево с финиками, сел на него и там неделю сиди. А в саванне где-то зерно рассеяно по гигантским площадям. И надо по нему ползать. По этому полю собирать это зерно, и с детем на руках это не очень здорово получается. Поэтому нужно, чтобы этой матери с детенышем помогал отец. Ясно, что никто ему не объяснял, что защищай самку с детенышем, принеси ей еды. Но просто те, кто этого не делал, те вымирали, их сжирали какие-то хищники, они умирали от голода. И поэтому доброта, взаимопомощь, взаимовыручка и вот такой вот альтруизм были жизненно важными принципиально для выживания признаками. И это свойство, да, помощь друг другу было заколочено в нас естественным отбором, с такой силой, что в настоящее время, сколько наша сумасшедшая жизнь не приводит поводов, не дает поводов быть эгоистом, все равно большинство людей остается хоть немножко, но альтруистами. Кроме прочего, мы это знаем благодаря тому, что у нас есть остатки собственные, ну то есть это все не просто гипотезы, а, например, вот такой красивый череп сахилянтропа из республики Чад, у которого, строго говоря, всего два человеческих признака. Мозгов у него, как видите, 350 грамм в среднем, и, в принципе, это такой же размер, как современного шимпанзе. То есть интеллектом они вообще ни разу не блистали. Но у него всего два человеческих признака. Во-первых, у него смещенное вперед большое затылочное отверстие, через которое головной мозг соединяется со спиным. У обезьян это отверстие находится сзади черепа, потому что позвоночник горизонтальный. У человека строго посередке, снизу, потому что позвоночник вертикальный. А здесь ни то, ни сё. То есть тут как бы и не как у человека, но уже и не как у обезьяны. И второй признак – это маленькие клыки. Ну такие не очень маленькие, прямо скажем, но гораздо меньше, чем у обезьян. Здесь они кажутся ещё сильнее выступающие, чем на самом деле, потому что соседние зубы обломаны. Если бы соседние зубы были целые, то тогда бы эти клыки такими сильно гигантскими бы уже не казались. Но в любом случае это меньше, чем у современных человекообразных обезьян, типа шимпанзе или гориллы. А клыки у всех обезьян, и человекообразных в том числе, нужны единственные только для того, чтобы демонстрировать свой богатый внутренний мир соседям. То есть когда какой-нибудь там альфа-самет сидит в поезде начальника и искалит свои большие клыки, то сразу всем понятно, что связываться не надо, никто получить них не хочет. И мир покой. То есть с одной стороны это активная демонстрационная агрессия, а с другой – очень маленькая контактная агрессия. И тем, собственно, порядок в обезьянных стадах поддерживается. Но у этих существ клыки были маленькие. И это говорит о том, что эта агрессия была понижена. Они были добрые, что, собственно, по реконструкции очень четко видно. И вот эти маленькие размеры клыков четко согласуются с концепцией такой гипотетической. То, что разрабатывается теоретически. Ну и на практике это вроде подтверждается. Но, правда, до нас все-таки по степени доброты было, наверное, еще далеко. Потому что, допустим, огромный надбровный рельеф – это все тот же признак демонстративной агрессии, на самом деле. А здесь надбровный рельеф довольно-таки приличный. Но они были, наверное, пути, самое главное. Насколько сахилянтроп был прямоходящий, мы не очень знаем. Потому что мы это представляем по положению этого большого затылочного отверстия. Еще есть бедренная кость, на самом деле, найдена. Но она до сих пор не описана. Вот в этом году ее должны опубликовать, наконец. Ее нашли еще чуть-чуть не 10 лет назад, но все-таки что-то никак ее не опишут. Вот в этом году должна быть статья. А от последующих нам это уже известно. Потому что с чуть более позднего времени, там 5-6 миллионов лет назад, у нас есть арарин из Кении, ардипитек из Эфиопии. И от арарина как раз почти ничего не осталось от черепа, только там фрагменты челюстей. Зато есть две бедренные кости. Ну вот одна из этих бедренных костей здесь. И эти бедренные кости показывают мозаику признаков четвероногого и двуногого существа. Поначалу, когда ее описали, эту бедренную кость ее описали так, что она прям вообще-воще двуногая. Но потом все-таки оказалось, что нет, примитивных чертам тоже хватает. То есть он и на двух ногах мог ходить, и на четвереньках. А у ардипитека Кадапы у него там от ног не так много осталось. Зато у него есть плечевая кость, которую вы здесь видите. И она такая тяжелая, массивная. То есть видно, что и на четвереньках тоже, в принципе, он мог передвигаться. Но уже никак у обезьяны. Но реконструкции внешнего вида, они сугубо гипотетические. На самом деле это такая фантазия. Потому что по обломкам челюстей, в общем, это восстановить особо невозможно. Другое дело ардипитек Рамидус. Ардипитек Рамидус жил примерно 4,5 миллиона лет назад в Эфиопии. И от ардипитеков и Рамидусов найдено много. В числе прочего, практически целый скелет самки. Ну, там есть и другие особи, в том числе самцы. Но особо замечательная находка – это вот этот скелет самки, названный арди. Который практически идеально сочетает в себе черты и обезьяны, и человека. Это вот то самое пресловутое недостающее или достающее звено, которое строго посередке между обезьяной и нами. Например, в черепе размер мозга 300 грамм – это шимпанзинное значение, на самом деле. Ну, у каких-то других индивидов, может, там побольше было, но вряд ли сильно больше. При этом челюсти сравнительно маленькие. И опять же, клоки довольно-таки скромные. И на основании черепа тоже позвоночник подходит строго снизу практически. То есть основание черепа говорит о прямохождении. При этом руки и ноги одинаковой длины, что говорит о том, что они на четвереньках прекрасно себя чувствовали, как у проконсула вообще за 10 миллионов лет до этого. Грудная клетка узкая сверху расширяется вниз. Совершенно обезьяне. И ясно, что говорить они не умели абсолютно. А вот таз и ноги показывают совершенно идеальное сочетание. С одной стороны, у обезьян таз узкий и длинный, у нас низкий и широкий. А у ордипитека он квадратный. То есть он строго пополам. И в ноге у ордипитека, с одной стороны, большой палец оттопырен и противопоставлен остальным, как у обезьян, для того, чтобы хвататься за ветки. Вот внизу – это стопа, на самом деле. И видно, что большой палец оттопырен довольно-таки основательно. А с другой стороны, в этой же стопе есть следы наличия сводов и продольного, и поперечного. А своды стопы нужны нам только единственно для того, чтобы ходить на двух ногах. Ну, если сводов нет у человека, то плоскостопие, и это как бы не очень приятно. Ну, не смертельно, но неприятно. И наличие сводов говорит о том, что они уже довольно-таки далеко зашли по пути приспособления к двуногости. То есть это тот тонкий момент, вот эти ордипитекерамидусы, когда они могли и на двух ногах ходить, и на четвереньках бегать, и по деревьям лазать. Причем, кстати, когда на четвереньках, то с опорой на ладонь. То есть не как современная человекообразная, сгибая пальцы, а именно на ладонь. И это такой тонкий момент, когда отсюда эволюция могла пойти, вообще строго говоря, в разные стороны. И нам повезло в какой-то степени, что эта эволюция пошла именно в нашу сторону по пути появления и развития прямохождения. Рост, кстати говоря, у этих ордипитекерамидусов был, ну, у нее около метра примерно. То есть это совсем небольшие существа, совсем маленькие. В чуть более позднее время в Кении, ну, собственно, тоже в Восточной Африке, жили австралопитеки анамские. Австралопитеки анамские известны из нескольких местонахождений. Правда, везде это довольно-таки фрагментарные остатки, в основном обломки челюстей, конечностей. Но так понемножечку от любой части тела что-то есть. Конечно, опять же, реконструкция лица здесь довольно фантазийная. Особенно обращает на себя внимание вот эта вот лучевая кость, которая справа, ближе ко мне. Потому что нижний конец лучевой кости, вот этого анамского астралопитека, имеет характерную скошенность. Вот в таком вот направлении суставная поверхность скошена. А такая же скошенность суставной поверхности есть у современных горилл, шимпанзея, рангутанов, которые ходят с опорой на согнутые фаланги пальцев. Ну, потому что нужно, чтобы рука была все время немножко согнутая и не разгибалась назад, потому что вес большой. И поэтому суставная поверхность получается вот такая наклонная. И здесь она такая же. Поэтому есть мнение, что как минимум некоторые группы анамских астралопитеков могли обратно переходить из двуногости в четвероногость и вот с таким хитрым способом опоры на согнутые фаланги пальцев. Правда, это такой большой-большой вопрос, потому что этот вывод сделан только на одном признаке, на одной кости. А когда мы знаем о чем-то только по одному признаку на одной кости, это очень рискованно. Может быть, потом найдутся другие кости, где ничего такого нет. И, видимо, вот этот конкретный черняховец, ну, как там, болел рахитом, или я уж не знаю, что с ним было, какая-то индивидуальная вариация. У всех других все было нормально. Так что по одной кости делать глобальные выводы не надо. Это просто в качестве примера того, что иногда палеонтологи, антропологи увлекаются, начинают что-то такое городить, но всегда надо быть немножко скромнее, поскромнее и поосторожнее. Примерно с 4 миллионов лет назад наши предки окончательно встают на две ноги, и уже вот эти все признаки древолазания почти-почти выветриваются. И со времени где-то 4 до 2,5-2 миллионов лет назад время существования грацильных австралопитеков. Грацильные австралопитеки жили, опять же, и в Восточной, и в Южной Африке. Ну, и тут они уже в Южной известны. Известно много видов, как вы видели на предыдущем слайде. Изучены они прекрасно, потому что от них найдены сотни остатков. В Эфиопии, в Кении, в Танзании, в Южной Африке, как я уже сказал, в Северной Африке, в Чайде. И нет особых сомнений, что и в других местах они тоже жили. Благодаря такому обилию остатков мы знаем, что эти существа имели рост от метра до полутора, ну, то есть тоже совсем небольшие. И если вы сходите в палеонтологический музей в Москве, на Теплом Стане, там в самом последнем зале с млекопитающими есть скелетик Люси, который вот, собственно, ко мне самый ближний. Ну, только здесь фотография оригинала, а там слепок, понятное дело, потому что оригинал лежит в Эфиопии. И можете посмотреть, там даже линейка специальная, есть приступочка, чтобы встать и помериться рядом с этим скелетиком. То есть он вот такой вот на самом деле. И благодаря обилию остатков мы знаем, что в строении головы человеческих признаков все те же самые два, то есть положение на вертикальной шее и маленькие кулаки, а мозгов немножко, конечно, приросло, но так себе, то есть где-то там 400 грамм, 500. Вот 550 – это единственный, на самом деле, череп такой одаренный, он, кстати, и поздний, вот который наверху такой желтенький. Вот он самый большой, а все остальные так заметно меньше. А вот в строении туловища и рук где-то 50 на 50 от обезьяны к человеку, то есть грудная клетка, строго говоря, обезьяне, руки уже не приспособлены к хождению по земле, но и они не трудовые, то есть они орудий труда каких-то не делали, особо не старались. А вот строение таза и ног уже от наших практически не отличается. То есть австралопитеков грацильных можно рассматривать либо как обезьян с человеческими ногами, либо как человека с обезьянью головой. Ну, можно и так всяк повернуть. Некоторые находки позволяют судить о каких-то деталях. Например, вот этот череп из Эфиопии из Дикики замечательен тем, что это скелет трехлетней девочки, самки австралопитека, сохранился практически идеально, и в числе прочего там есть подъязычная кость, которая у нас держит гортань на себе. И на этой подъязычной кости австралопитека есть такие специфические ямочки, какие есть и у современных шимпанзе, где размещаются горловые мешки. То есть обезьяны, многие, ну не все, но многие имеют горловые мешки, чтобы громко орать. Иногда они достигают очень большого размера, как у сиамангов или там ревунов, которые на 16 километров могут орать. Ну, то есть отсюда до мкада, чтобы было слышно. Но у шимпанзе и австралопитеков это было не так круто, но тоже, в общем, неплохо. И шимпанзе орет дай бажи. То есть, в принципе, если рядом стоять, то оглохнуть, конечно, не оглохнешь, но мало не покажется. Человек тоже голосист вообще-то. Насколько мне известно, рекорд, какая-то женщина из Латинской Америки заорала, как взлетающий Боинг по децибелам, если там пересчитывать. Но все-таки как бы это рекорд. А индивидуально потише. Но есть такая проблема, что громкость, она обратно пропорциональна четкости и внятности. Поэтому достаточно в оперу сходить и послушать. Чем громче, тем меньше понятно, что там вообще поется. Что-то слов ничего не разобрать. И поэтому мы можем судить, что вот эти грацильные австралопитеки были довольно-таки голосистые, но говорить они не могли. Ну, в принципе, у них мозгов вряд ли бы хватило. И вот чисто строение технической гортани тоже было к этому не приспособлено. То есть, в принципе, по интеллекту это обезьяны. И если бы они сейчас сохранились где-то в Африке, то они бы как шимпанзе тоже в зоопарках показывались бы за решеткой и никаких там права им не давали. Но благодаря маленьким клыкам мы опять же знаем, что они были добрые. Потому что, как я уже сказал, жизнь была, в общем-то, у них нелегкая. Многие кости австралопитеков несут на себе следы зубов хищников. И, в общем-то, это было в то время просто мясо, которое ходило. Но они были распространены. То есть, они нередкие, прямо скажем. Как я уже сказал, их сотни костей обнаружены. Это были довольно распространенные животные. Были и другие виды, как видите. Ну, допустим, австралопитек Деремеда открыт совсем недавно, два года назад. У него в стопе не было продольного свода. То есть, некоторые группы еще были так себе двуногие. А вот нижний кинеантроп уникален тем, что он первый из всех нам известных существ начал делать каменное орудие труда. Причем кинеантроп, судя по всему, не был нашим предком. Он достаточно специализирован. И его орудия не похожи на то, что потом делали наши предки. Кинеантропы делали эти самые свои орудия 3 миллиона 300 тысяч лет назад. В среднем. Ну, может, там чуть пораньше, но где-то в среднем так. А наши предки начали делать каменное орудие 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Может быть, 2-700. То есть, между кинеантроповскими орудиями, ну, это так называемая ламиквийская культура, и нашими галичными орудиями прошло где-то с полмиллиона лет, если не больше, на самом деле и больше. И эти орудия, они здоровенные. Это булыжники такие огромные. И не имеют режущей кромки. То есть, они предназначены явно для разбивания чего-то. А разбивать чего-то можно, в общем-то, и не обрабатывая камни. Можно и зубами, в общем-то, разгрызть. Можно и не обрабатывать камни, а так взять и раздолбать. И тоже, в принципе, нормально. Поэтому, видимо, эта культура зачахла и пропала. Это показывает, что отдельные достижения, даже вроде бы крутые, такие технологичные, замечательные. Тем не менее, сами по себе ничего не стоят без всего остального. То есть, один единственный признак не делает обезьяну человеком. Ну, вот австромоптек делал орудия на полмиллиона лет раньше нас. Но на этом все закончилось. Между прочим, показательно, что у современных шимпанзе, которые тоже камнями колят орехи, вот это поведение колка орехов чаще обнаруживается у самок. То есть, самки чаще бьют орехи камнями, чем самцы используют орудия. Потому что у самца челюсти просто крупнее. Он этот орех и так может разгрызть. Нафига ему корячиться и долбасить это все булыжником, еще по пальцам себе попасть. А у самок челюсти поменьше, послабее и приходится как-то изгаляться. Но у этих челюстями все было хорошо, как видите. И, в принципе, культура как бы появилась, посуществовала сколько-то времени и исчезла. Но это настоящее орудие. Тем не менее, там они хорошо исследованы. Там есть следы сколов. То есть, они не случайные. Это не просто так булыжники. В Южной Африке известен специфический вид австромоптек африканский, который поначалу был открыт еще в 1924 году, ну, в 1925 описан, и считался нашим предком. Потом выяснилось, что нет, скорее всего, он все-таки не совсем предок. Но, тем не менее, хорошие, потому что, во-первых, от них найдено очень много всего. Они очень здорово изучены. А, во-вторых, показывают альтернативность, опять же, эволюции. У них строение конечностей было попроще, чем у афарских австромоптеков, как бы попримитивнее. При том, что по времени они к нам немножко ближе. Вот тот череп, который ближе ко мне, вот этот внизу лицом к нам, это череп, так называемого, Бэби Истаунга. Бэби Истаунга – это первый австромоптек, который стал известен науке. Вот в 1924 году Раймонд Дарт его нашел. Ну, вернее, нашел не он. Нашли люди, которые разрабатывали известняк в Таунге. Ну, это местность в Южной Африке. Динамитом все это делалось. Там взрывали толовую шашку и разлетались в все стороны, значит, обломки. Иногда черепа. А кто-то доброе это все собирал и Дарту отправлял. И в какой-то момент Дарт собирался на свадьбу. Ну, не свою, правда, там, чужую. А ему тут выкатили, значит, этот ящик. Он его открыл, а там сверху лежал этот череп. И потом жена очень долго его отковыривала от этого ящика. Потом он с этой свадьбы сбежал. И, собственно, много лет после этого изучал этих австромоптеков. Ну, с этого началось. А потом он еще нашел много-много всего. И первое, опять же, на что обратил Дарт внимание, что для обезьяны здесь слишком маленькие челюсти. Уж очень маленькие клыки, хотя череп детский. Эту сложность создает. И, опять же, позвоночник снизу подходит. Ну, о чем я уже много-много раз сказал. Но уже в последующем, уже в конце 20-го и начале 21-го века обнаружилось, что в этой находке еще есть интересные вещи. Потому что на лобной кости, ну, вот здесь фотография хорошая, это видно, такие вот чербиночки есть. И внутри глазницы, ну, здесь уже не видно, но там на самом деле есть. Есть повреждения. И это не случайные повреждения. Не то, что там динамитом взрывали. А это следы расклева каким-то здоровенным орлом, типа современного Беркута. То есть этот конкретный несчастный Беби-Стаунга стал жертвой орла, типа Беркута. И это, опять же, лишний раз показывает, что австрагопитеки были, как я уже сказал, просто мясом, которое все, кому не лень, ели. Даже орлы. Ну, сам этот Беби-Стаунга маленький. Опять же, в Теремиелевском музее можете этот череп в оригинале посмотреть. Ну, не оригинал, в смысле, слепок, но в натуральную величину. Он совсем небольшой. Ну, и где-то он от родителей немного в сторонку отошел. И привет. Так что, кто детишки, не убегайте от родителей. Не надо. Ну, сейчас Беркут вас, конечно, не утащит. Но хватает всего другого. У этих самых австрагопитеков, видимо, начинало уже какое-то шевеление в мозгах появляться. Творческое. Чему свидетельствует вот этот наверху камень из Макапанзгата. Макапанзгат – это очередная пещера, где была найдена масса всяких остатков и кости, собственно, австрагопитеков. И, среди прочего, там был найден вот этот вот камень. Это галька красного цвета. Он размером чуть меньше кулака. Ну, как раз с их кулак. Где-то сантиметров 5 с лишним в диаметре. И на нем есть выщербинки естественного происхождения, которые, как видите, похожи на рожицу. Их никто нарочно не делал. Они случайно сами получились. Но суть, как бы, секрет заключается в том, что этот камень, ну, порода, вернее, такого камня, ближайшая от Макапанзгата, находится за 32 километра. То есть, причем вниз, как бы, по склону. То есть, это не окаменевший колобок, который там от дедушки ушел, да, и 32 километра прокатился. А как-то он должен был в этом Макапанзгате оказаться. Это значит, что какой-то австралопитек где-то там шлялся, нашел вот этот булыжник, увидел сходство с рожицей, скорее всего. Ну, и он красный такой, красивый, прикольный. У него проснулось в голове какое-то удивление. Он сказал, оба-на. Ну, правда, сказать он не мог, но подумал, по крайней мере. Прикольно. И ему не надо 32 километра таранить это дело, чтобы кому-то, видимо, показать. Ну, и вряд ли он там бежал, там, о, смотрите, что нашел. Скорее всего, он довольно не спеша передвигался. Ну, 30 километров – это день ходьбы. Ну, если так, не через чур торопиться. За день можно пройти, в принципе, не так сложно, но все-таки это надо некоторое упорство иметь. И надо понимать, что у них не было в это время ни корзин, ни карманов, там, ничего такого. То есть, это надо было в руки тащить все-таки. Ну, то есть, опять же, какое-то упорство иметь. И такого рода предметы, перемещенные с места на место, манупорты – это очень такой ценный источник информации, потому что, ну, когда камень сам не мог перебежать, да, это говорит, что этот человек сделал, я что, не крокодил какой-нибудь, да, и показывает, что там в голове происходило у людей, при том, что орудий труда у них еще не было в это время. И сами они ничего не изготавливали. Как бы искусством это назвать сложно, но, тем не менее, у животных такого не бывает. Еще один замечательный вид, живший в Эфиопии, возможно, Танзании, примерно 2,5 миллиона лет назад – австралопитек Гарри. Известный по довольно большому количеству остатков, но, к сожалению, довольно фрагментарных, но есть череп, как видите, есть длинные кости, и, судя по зубам на этом черепе, он не был нашим предком. То есть это тупиковая линия, которая к нам отношение довольно косыное имеет. Но в тех же слоях, где найдены кости этих австралопитеков Гарри, найдены орудия каменные, и уже такие же, как были у наших предков с режущей кромкой, и кости антилоп. Вот эта кость, которая ближе ко мне, это кость, на самом деле, антилопы. И если внимательно приглядеться, то можно на ней увидеть насечки. И вот здесь, внизу, наверху, ну там по всей длине, насечки сделаны этими каменными орудиями для срезания мяса. Это показывает, что эти самые австралопитеки Гарри, потому что в этих слоях нету следов кого-то более продвинутого, а их много найдено. Уже, видимо, делали орудия труда, охотились на антилоп. Всегда, конечно, есть такая еще интерпретация, что вместе с ними жил кто-то более продвинутый, который делал антилопы, может быть, самих австралопитеков, и делал эти орудия. Но тогда непонятно, где они, собственно, сами. Причем это не то, что какой-то пятачок земли, это много местонахождений, раскиданных по довольно приличной площади. Ну, то есть, что снижает вероятность ошибки. И это лишний раз показывает, что отдельные группы, не родственные напрямую нам, не предки наши прямые, могли тоже начинать делать орудия труда, вставать на путь разумности, но по какой-то нам пока неизвестной причине с этого пути сворачивали, или вымирали, и к нам отношения такого прямого не имеют. А почему выиграли наши предки, вообще, честно говоря, вопрос. Но в это же время, примерно 2,5 миллиона лет назад, или чуть пораньше, в Африке начинаются новые сложности. В это время в Африке окончательно савонизация побеждает, и степь, которая была покрыта бушем, с такими густыми колючими зарослями, ну, уже не лес как бы был, но все-таки кустарники, сменяется открытой уже саванной травяной. И это приводит к смене фауны. То есть в этих кустарниках жили большие гигантские копытные, типа там каких-нибудь антилоп мегалотрагусов. Они вымирают. А им на смену приходят собиратели семян. И в частности, гигантские гелады. Это гигантские павианы, которые ростом были метр в холке, а австралопитеки, как вы помните, были метр стоя на двух ногах. И если австралопитеки весили килограмм 30, то гелады весили килограмм так 65, а то и 100. И занимали ту же самую практически экологическую нишу. То есть они тоже шелушили зерно пальцами, ели, но и у гелад вот такие клыки больше, чем у леопарда. И они такие хорошо организованные, социальные. И они наших предков вдрызг победили. И наши предки, австралопитеки грацильные, эволюционную гонку проиграли. Большая часть линий их вымирает от всего изобилия видов. А те, которые вымирать не очень хотели, пошли двумя путями. Один – это наши предки, про них я чуть попозже скажу. А второй – парантропы или массивные австралопитеки. Парантропы решили проблему конкуренции с геладами переходом на очень сухую, малопитательную растительную пищу. Типа корневищ, клубней, орехов, там чуть ли не коры какой-то, но какой-то вот такой дребедень, который никто нормально есть не станет. Для того, чтобы этим питаться, они отрастили все здоровенные челюсти. Огромные челюсти, огромные зубы. Ну, например, вот этот череп, который вот этот вот, первый найденный в Восточной Африке, получил прозвище щелкунчик за его огромные маляры. На макушке у них у всех, кстати, это подросток, у него уже это есть, ну вот и на этом черепе, и на этом, есть сагитальные гребни. Сагитальный гребень, он такой здоровый гребень, который нужен для прикрепления как раз височной мышцы, ну, одной из жевательных мышц. У нас эта мышца кончается примерно вот на этом уровне, ну, если вы себя вот здесь пощупаете на виске, вы найдете височную линию, где крепится эта мышца, она дальше вот так вот идет через всю голову, но у нас она слабенькая, в принципе, там, ну, вот если сбоку ты потыщите в голову, вы как раз в нее попадете, но она тонюсенькая у человека, а у них она смыкалась на макушке вот здесь вот, и толщиной была вот такая вот, ну, как у меня бицепс примерно. Соответственно, если развитие такой желательной мускулатуры, то это вступает в противоречие с развитием мозга, потому что для того, чтобы мозги росли, нужно, чтобы швы между костями черепа были открытые. У нас череп состоит из отдельных костей, они соединены между собой швами. Пока швы открыты, там, соединительная ткань, то кости могут расти, череп может увеличиваться, и мозги тоже могут расти. А в тот момент, когда эти швы срастают, и кости срастаются с костью, то череп уже не растет. Но если у нас здоровенные жевательные мышцы, то швы должны очень быстро зарастать, потому что иначе эти мышцы просто череп разорвут пополам. И поэтому швы начинают зарастать очень рано, и мозги не могут расти. И поэтому парантропы, они немножко мозгов даже добавили по сравнению с предыдущей стадией, но чуть-чуть в среднем. А так, в принципе, рекордные значения примерно там все те же самые остаются. И в итоге они... Ну и потребностей умнеть у них не было, потому что если ты питаешься клубнями, осокой, какой-то там травой сухой, то, собственно, зачем умнеть? Ну вот как бы, да, внизу, вот если на него там наверху посмотреть, потребности никакой не малейшей. По сути, это такие двуногие гориллы, которые, ну, экологические, которые ходили где-то там в прибрежных зарослях вдоль ручьев и рек и жевали всякую там осоку, ну или там где-то необязательно в прибрежных, ну где-то травы побольше, в общем. При этом некоторые парантропы были не такие уж прямо совсем отсталые и даже могли использовать орудия труда. Допустим, в Южной Африке, как минимум в двух пещерах, в Дрималенкейфе, в Свардкрансе, найдены вот такие вот обломки костей с характерной изношенностью. И есть такая наука, трассология, которая позволяет по повреждениям на орудиях труда понять, что этими орудиями делали. Делаются эксперименты, берутся, ну вот конкретно в этом исследовании, брались современные куски костей и ими, там, рыли землю, ковыряли пни какие-нибудь трухлявые, там, пытались резать, допустим, мясо. И максимальное приближение вот к тем царапинам, которые есть на древних костях, получилось, когда современными костями расковыривали термитники. Потому что термитник – это шикарный источник белка. Термитник – это консерва, в которой находится килограмм до десяти белка. Только надо уметь ее сломать. Можно стать каким-нибудь трубкозубом, там, муравьедом, броненосцем, панголином каким-то таким, да. А можно быть парантропом и ковыряться там обломками костей. Это показывает, что даже будучи вегетарианцами, такими сугубыми, все равно они пытались как-то белковую пищу тоже использовать. И от нее не отказывались совсем. Но в основном все-таки они были вегетарианцами. Так что, если кто есть вегетарианец, то помните про них, вот как бы это судьба вегетарианцев. Примерно миллион лет назад они таки вымерли. Непосредственные причины вымирания точно нам не очень известны. Скорее всего, это была конкуренция с другими травоядными существами, в том числе и нашими предками, в том числе и теми же самыми геладами, там, какими-нибудь антилопами. Не исключено, что с грызунами. Потому что в это время, среди прочего, развиваются новые группы грызунов степных, которые просто банально быстрее плодятся. Так что это тот самый случай, когда щелкунчики таки были побеждены мышами. Но вторая линия эволюции, которая боролась с этими гигантскими геладами, были непосредственно наши предки, ранние хомо. Эти самые ранние хомо взяли тем, что стали переходить на питание мясом. А для этого появилась возможность. Потому что в это время, как я уже упомянул, вымирают гигантские копытные животные. Вслед за гигантскими копытными вымирают гигантские хищники. Саблезубые тигры, каковы их до этого там хватало, а теперь они исчезают. И гигантские гиены. Ну, если смотрели «Властелин колец», там орки скакали на таких. Вот что-то примерно в таком ключе. Пахи кракуты, такого вот роста, под метр с лишним, и весом, по некоторым оценкам, чуть не 200 килограмм, они вымирают наконец-то. И фауна, вот эта ископаемая гигантских хищников, заменяется на современных. Примерно как раз 2 миллиона лет назад появляются леопарды, например, современный вид, пантера пардус, современные гиены пятнистые, эти кракуты-кракуты, шакалы, гиеновидные собаки, и там такие прочие. И вот в тот тонкий момент, когда предыдущая хищная фауна исчезает, а новая еще не сформировалась, еще только формируется, возникает возможность туда вклиниться. И некоторые грацильные австралопитеки, избегая конкуренции с геладами, как раз этим начинают заниматься. А питание мясом оказывается очень выгодным занятием, потому что если мы питаемся мясом, но, правда, они не стали специализированными хищниками, все-таки растения тоже так же, и современные люди, ясно дело, едят. Но все-таки больше стали питаться мясом. И если питаться мясом, это дает преимущество, потому что мясо, оно калорийнее. Для того, чтобы наесться растениями, надо съесть очень много. Почитайте Микуха Маклая, где у него там про попуасов на эту тему очень хорошо написано, что Микуха Маклая пишет, что раньше, я вот когда читал в книжках про попуасов, там везде было написано, что они очень прожорливые. А теперь, пожив с ними годик, я понял, в чем причина. Потому что если питаться одними растениями, то наедаешь вот такой пузо себе уже, когда там ничего не запихать невозможно, как барабан натянутая, а через 20 минут уже снова голодный. Потому что тем более тропические растения, они не такие уж прям питательные на самом деле бывают. И растения, самое главное, как кто-то, может быть, помнит из школьного курса, имеют целлюлозную клеточную стенку. Чтобы им питаться, надо хорошо жевать. Надо вот эти челюсти иметь здоровенные. А если питаться мясом, то надо гораздо меньше сил и энергии тратить. Банально можно сравнить корову и льва. Посмотреть, как они живут. То есть если мы смотрим на корову, она целый день наворачивает, 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 без конца жует. А на льва, мы как ни посмотрим, он лежит в телечке и спит. И когда ест, даже не очень понятно. Наши предки выбрали правильную стратегию. У каждого дома, я думаю, диванчик есть. И питание мясом дает много преимуществ. Во-первых, высвобождают кучу времени. Уже хорошо. Можно занять это время на изготовление орудий, на воспитание детишек, на общение. И все это приводит к росту мозга. А во-вторых, технически появляется возможность развивать мозг. Ну и необходимость практически появляется. Потому что необходимость, потому что мясо, оно, как правило, не хочет, чтобы его съели. Оно сопротивляется. Оно там убегает, лягается, бодается, брыкается. Его надо убедить. И для этого тоже нужен какой-никакой мозг. А, соответственно, техническая возможность заключается в том, что если надо меньше жевать, то выживают особи с меньшими размерами челюстей. Не то, чтобы меньшие челюсти были полезнее больших, но они не вреднее. И поэтому выживают и индивиды с маленькими челюстями, которые до этого бы померли с голоду, не смогшие наживать сколько надо растений. Челюсти уменьшаются в среднем. А если меньше размеры челюстей, то можно иметь больше мозга. Потому что плотность челюстей и зубов в два раза больше, чем плотность мозгов. У мозгов она почти как у воды. И если у нас челюсти с зубами уменьшаются на один кубический сантиметр, то можно это добавить двумя кубическими сантиметрами мозгов, а масса головы останется той же. Ну а масса головы – это важный признак, потому что позвоночник такой был, такой и остался. И рост у них как был метр и полтора, так и остался метр и полтора. То есть получается, что челюсти уменьшаются чуть-чуть, а мозги пухнут, как на дрожжах. Что приятно. И мы это видим, потому что в это время вот эти самые ранние хомо, у них челюсти уменьшаются, а мозги увеличиваются и преодолевают так называемый мозговой рубикон. Мозговой рубикон – это цифра где-то 700, 800, 900 грамм, которая отделяет с одной стороны современных человекообразных обезьян от людей, с другой стороны отделяет современных людей с недоразвитием мозга микроцефалов от нормальных людей, и с третьей стороны отделяет астралопитеков, которые не делали орудия труда, ну или, по крайней мере, редко это делали, от первых хомо, которые уже делали орудия труда. И как раз вот 2,7 миллиона лет назад появляются первые известные орудия труда, так называемые галечные культуры. Что характерно, в это время кисть еще не была приспособлена к изготовлению орудий. Орудия они делали коряво. То есть это булыжники, расколотые чертикак, как правило, там несколько всего ударов, но иногда у них получался более-менее рабочий край, и вот они им пользовались. Собственно, ну потому что предки хищниками-то не были, и больших клыков, когтей, ничего такого не было, надо как-то это мясо с костей соскабливать. Ну вот они стали делать орудия. И при этом кисть все еще предыдущая, такая вот для собирания каких-то там растений. Кисть становится трудовой только 1,4 миллиона лет назад. То есть спустя более чем миллион лет после того, как они начали делать орудия. Ну что, в общем-то, и логично. То есть вначале шел отбор такой очень слабенький, потому что те, кто делали первое орудие, они не сильно от них зависели. Можно делать, можно не делать, в принципе, и так нормально. Но в последующем те, кто делали хорошо, выживали лучше, там больше у них было детишек, они лучше питались, и, соответственно, свои вот эти умелые ручки передавали по наследству. Но на это понадобился, чтобы задумайтесь, миллион двести тысяч лет, как минимум. В принципе, с того времени до нас прошло примерно такое же время. То есть прошло с того времени до нас, с появления трудовой кисти, миллион четыреста. То есть это практически один и тот же момент. То есть когда вот она складывалась, когда она уже была готовая трудовая. В это же время, примерно миллион восемьсот тысяч лет назад, люди впервые покидают пределы Африки. Даже странно, что они не сделали этого раньше, на самом деле, потому что до этого Африку покинули, например, страусы, зебры, слоны, павианы те же самые. И люди были какие-то самые тормознутые. Это даже удивительно. Иногда это так озвучивается, что наконец-то люди стали ушибкоумные, стали делать орудия, и это позволило им покинуть Африку. На самом деле страусам позволило, без всяких орудий, просто наличие сухопутного моста. То есть если есть место, по которому можно пройти, то зверюшки пройдут. Почему наши предки это раньше не сделали? Вопрос. Но самые древние люди за пределами Африки найдены в Грузии, в Дмонисе. И имеют датировку примерно миллион восемьсот тысяч лет назад. Ну или там плюс-минус около того. Найдено на довольно небольшом пятачке пять черепов и два с половиной скелета. Они по своему строению от африканских того же времени людей практически не отличаются. Хотя иногда их описывают как отдельный вид Homo georgicus, как бы человек грузинский. Но в принципе это по сути, то, что на предыдущем слайде были, там Homo rudolphins, то же самое. Но они примечательны, потому что рост у них был где-то метр сорок. Мозгов, как видите, там 550-730 грамм. Ну как раз вот на уровне этого мозгового рубикона. И два черепа особенное внимание привлекают. Во-первых, вот этот внизу подросток. Ну там пять, я напоминаю, черепов. Но вот этот подросток замечательен тем, что у него между зубами есть щель. Ну и тут, конечно, фотография-то не очевидна. Но есть нормальное исследование полноценное, где показано, что он очень любил ковыряться палочкой-ковырялочкой между зубами, между малярами вот здесь вот. Ковырялся-ковырялся и наковырял себе инфекцию, туда опекальный переостит, отчего и помер. Так что, если кто из вас очень любит по 15 минут чистить зубы, зубы чистить полезно. Но не переусердствуйте. Вот это первая жертва гигиены. Не повторяйте его ошибок. Другой череп еще более интересен. Вот этот, который наверху. На самом деле, вот этот тоже интересен, потому что это самый здоровенный, такой массивный самец, и у него самые маленькие при этом мозги. Но вот этот лучше, потому что это череп старческий, который принадлежит то ли бабушке, то ли дедушке. Вопрос. Но по маркерам возраста, которые есть на черепе, если современными мерками измерять, ему должно быть больше 80 лет. Вряд ли тогда он до такого времени дожил. Скорее всего, там возрастные темпы были все-таки другие. Но примечательно, что у него все зубы выпали. То есть здесь зубов в челюстях нет не потому, что они не сохранились, а потому что они еще в течение жизни выпали, и все ячейки для зубов альвеола заросли прижизненно. Понятно, что зубы выпали не сразу все одновременно, да, там посыпались, а все-таки по одному, и это все растянулось на довольно длинное время. И альвеолы тоже моментально не зарастают. То есть они на это время какое-то надо. Это все говорит о том, что об этом человеке долго и упорно заботились. Потому что животные без зубов не живут, они помирают с голоду. А этот жил много лет. И это говорит о заботе о стариках. То есть это вот такой древнейший археологический пример доброты человеческой. Правда, практически с такой же дизировкой в Южной Африке есть череп с надрезками на сколовой кости, где его съели. Так что кто заботился, а кто и не очень, ну это кто было в Южной Африке, да, это в Грузии. И, кстати говоря, в Грузии сейчас центр долгожительства, что прикольно. Хотя эти вот адмонистцы, они к современным людям отношения особо не имеют. Это такая параллельная как бы по сути ветка. Но тем не менее, это говорит о том, что вот они уже начали заботиться о старых людях, как-то их там поддерживали, кормили. И с этого момента идет процесс, который в англоязычной литературе называется grandmathering. На русский его обычно калькируют, как по-дурацки, но если переводить по-человечески, то это будет что-то типа бабушкизации или бабушкования. То есть процесс, когда в группах появляются пожилые индивиды, которые являются носителями ценной информации, которые знают, где что лежит, как что достать, как там с всякими тетками себе сообщаться, и всякие прочие полезные сведения в голове имеют, могут заботиться о детях и, соответственно, освободить родителей от этого дела, и чтобы родители могли чем полезным заняться. И прогресс необычайно ускоряется, потому что каждый человек с этого момента не вынужден все приобретать на собственном опыте, все там жизненные познания, а может узнать это от кого-то еще. Ну, понятно, что там никакой неписьменности, ничего такого не было, либо на собственном опыте, либо кто-то поведает. Ну вот появились пожилые индивиды с этим опытом, которые могли делиться, и процесс ускоряется. Довольно часто звучит, что этот процесс начался только уже у сапиенсов, но вот этот череп показывает, что это еще почти 2 миллиона лет назад уже было. Один из видов вот этих первых хомо, хомо хабелес, в переводе человек умелый. Вот здесь по центру наверху изображено галечное орудие, одно из первых изгоны, а внизу кисть этого самого хабелеса, и эта кисть, ну здесь, конечно, по этой картинке вы не поймете, но частично имеет признаки трудовой кисти, а частично нет. То есть, скажем, запястье уже достаточно широкое и такое прочное, чтобы вот что-то держать в руке довольно прочное, но, скажем, на третьей пясной кости нету так называемого шиловидного отростка. А этот шиловидный отросток – это такая шпилечка, которая заклинивается между костями запястья и не дает нашей кисти вихлять в стороны. У обезьян она должна вихлять в стороны, чтобы перекидываться с ветки на ветку, а у нас она должна гнуться вперед-назад, а в сторону особо болтаться не должна, чтобы проще что-то держать. И вот этот шаловидный отросток у хаббелесов отсутствовал, а появился только спустя еще несколько сотен тысяч лет у следующего вида. В это время размер мозга мог колебаться. На самом деле, как видите, у некоторых 500 грамм. И вот этот, например, череп внизу даже имеет свое название, не особо признанное, хомомикрокранус, человек малоголовый. А вот который череп наверху, ближе ко мне, с некоторой вероятностью является черепом метиса между массивным астралопитеком, которые в это же время тут же жили, и хома. То есть в некоторых случаях виды разные первых вот этих людей могли между собой вполне себе скрещиваться и давать потомство. Там уж плодовитые, неплодовитые мы не знаем. Но вот здесь признаки очень такие странные, мозаичные. И может быть это гибрид или метис, как сказать, между парантропом и человеком. Но прогресс шел. Местами он шел в нашу сторону, а местами в экзотические стороны. Например, в Южной Африке появилось два очень специфических вида подряд. Астралопитек сидиба, который, с одной стороны, имел очень маленький мозг, 420 грамм. Ну, это, в принципе, астралопитековый размер. А с другой стороны, очень маленькие челюсти и зубы. А, видимо, из него, но намного позже, 300 тысяч лет назад, появился человек на леди. Открытый только в прошлом году, в позапрошлом, вернее, в позапрошлом описанный. И сохранивший до времени 300 тысяч лет. То есть на леди это 2 миллиона, а это 300 тысяч. Массу архаичных черт. И в нем такая чудесная мозаика. То есть череп в чем-то очень примитивный, в чем-то, в чем-то прогрессивный. То же самое в кисти. Например, большой палец очень длинный, и вроде как пропорции, как у человека. А с другой стороны, пальцы очень кривые. Грудная клетка, как у обезьян, узкая сверху, широкая снизу. То есть неговорящая. Но при этом челюсти очень маленькие. А мозги так себе, как-то там грамм 500. То есть чуть побольше, чем у астралопитеков, но так поменьше, чем у хома. И это показывает, что в отдельных группах и в отдельных местностях до очень позднего времени могли сохраняться довольно-таки примитивные линии эволюционные. Куда они делись? Вопрос. Но, скорее всего, исчезли при конкуренции с нашими предками. Потому что 300 тысяч лет назад в Африке уже жили гораздо более прогрессивные люди. Уже там от нас не сильно отличающиеся. Ну, все-таки отличающиеся, но так не очень. Но возвращаемся снова в прошлое. Примерно полтора миллиона лет назад, чуть пораньше, появляются уже такие нормальные, настоящие люди. Известно много видов вот этих скопаемых людей, которые друг друга сменяют. Про часть из них я ничего говорить не буду. Но наша линия из этих хаббелисов продолжается в хомоэргастеров. Если хомо хаббелис человек умелый, то хомоэргастер переводится как человек трудящийся. Или человек работающий, такой пролетарий фактически. Известен по большому количеству находок. В том числе вот такой красивый скелет из Нари Акатоми, который известен как мальчик из Турканы. И его же череп рядом изображен, который подальше от меня. Но есть и другие находки. Эти люди уже распрощались окончательно с обезьянним наследием. И ниже головы от нас не отличаются практически уже совсем. То есть вот как раз у них появляется уже окончательно трудовая кисть полноценная. Пропорции тела вытянутые, суженые. То есть не как до этого были такие обезьянские, скорее расширенные с удлиненными руками. А есть уже длина рук, ног, все как у нас. Правда, при исследовании позвоночника вот этого мальчика из Турканы, обнаружилось, что у него суженный позвоночный канал. И вначале это было интерпретировано как свидетельство того, что они не могли говорить. Потому что позвоночный канал – это диаметр спинного мозга, по сути дела. А спиной мозг иннервирует в числе прочего грудную мускулатуру. И у обезьян нервов мало туда идет, потому что им говорить не надо. И, соответственно, канал лоский, мозг тонкий. А у человека иннервация сложная. Ну вот я сейчас быстро говорю. У меня все время я то вдыхаю, то выдыхаю, то задерживаю дыхание, то ускоряю. И для этого нужно хитрой-хитрой регуляции. Нужна куча нервов. И канал получается широкий для толстого мозга. Вот у него мозг был тонкий. И вначале это было интерпретировано, что они еще не могли говорить. Однако в последующем новые исследования показали, что, скорее всего, это причина вот этого сужения – патология стеноз спинного мозга, от чего он, собственно, и умер. То есть это был не примитивный признак, а патология, болезнь, от которой он помер. А речь, скорее всего, в это время более-менее начинает появляться. Ну так лихо болтать полтора часа, как я сейчас, они бы не смогли. Но, тем не менее, что-то в эту сторону двигалось. В частности, это нам известно по основанию черепа, потому что у обезьян и австромопитеков на основании черепа нету так называемого шиловидного отростка. Это такой отросточек тоненький, к которому крепится шила подъязычная мышца, которая идет к подъязычной кости, а к подъязычной кости крепится гортань. И у обезьян на месте этого отростка ямочка. Там мышца есть, но она прикрепляется брюшком, и поэтому ямочка. А у нас мышца с сухожилием, потому что она прочная, и двигает гортань, чтобы говорить. И сухожилие потихонечку окостеневает, получается шиловидный отросток. Это такой пупырышек такой вытянутый длинный, ну как иголочка такая. Но очень важная. И вот у австромопитеков ни у кого нету, кроме одного черепа. А у хабилисов и всех последующих, у всех есть, кроме одного черепа. Вот там на предыдущем где-то слайде, который вот слева наверху, вот у него как раз нет шиловидного отростка. Но он, собственно, такой один. А вот у этих уже у всех есть. И это говорит о том, что, наверное, говорить они прям так совсем не могли, но, по крайней мере, в эту сторону это движение уже происходило. Какие-то зачатки речи возникали. Кроме этого, миллион семьсот тысяч лет назад, вот как раз во время существования эргастеров, появляется новая культура. Если до этого это была галечная культура, такие кривые, косые орудия, тут появляются ашельские рубила, ашельская культура, когда орудие обработано уже со всех сторон. И уже так более-менее аккуратно. Так, конечно, не идеально, мягко говоря, но все-таки это уже полноценная обработка, более-менее симметричная и требующая довольно больших трудотрат. То есть, если вы попытаетесь такое сделать, я гарантирую, что у вас ничего не получится. Скорее всего, подшибаете пальцы себе, и орудие у вас не получится. Его можно научиться делать, но надо стараться. Я наблюдал, как археологи это делают, но это, в общем, такой вдумчивый процесс, чтобы научиться нормально делать ашельские хотя бы рубила, ну, надо, я не знаю, там где-то с полгодика так посидеть по колой. И чтобы сделать это рубила, ну, часа два корячиться придется по-любому. Это если повезет, если он там в последний момент пополам не разлетится от какого-нибудь неудачного движения. Но где-то в интервале от полутора миллионов лет до полумиллиона лет люди уже так активно расселяются во все стороны запредела Африки, и в ходе этого расселения возникает новый вид. Человек прямоходящий, хомоэректус. В Африке он известен с самого начала, он там появился, но расселился и в другие места. Вот, например, вот этот череп из Эритрии, вот этот вот из Явы, из Индонезии, этот из Китая, этот из Эфиопии, и, в принципе, и в Европе тоже они известны. Хомоэректусы, ну, название историческое, то есть, в принципе, прямохождение возникло уже давным-давно, имели мозг уже почти как у нас, где-то в среднем килограмм, но при этом очень покатый лоб, выступающий такой треугольный назад затылок, очень мощное надбровие, и все-таки довольно тяжелое лицо. Меньше, чем до этого, но все-таки очень тяжелое. Что характерно, мозг вот у эргастеров, и у них все-таки меньше было, чем у нас, потому что у нас 1350 грамм, а здесь рекорд 1250. И это приводило к интересным, наверное, социальным последствиям, потому что у современного человека мозг более-менее взрослого размера достигается где-то к 7 годам. И, собственно, ребенок перестает быть обезьянкой, можно уже отправлять в школу. А до этого мозг еще, в принципе, не такой большой, и поведение бывает еще скорее как бы обезьяне. Но поскольку и ребенок в это время еще маленький, можно ему там пальчиком погрозить, там покричать, отшлепать в конце концов, там в угол поставить, и все становится хорошо. А у этих граждан ситуация была другая, потому что у них взрослый размер мозга был на грани современного минимума человеческого. Ну, то есть там 700-800 грамм, это современные люди такие бывают нормальные, но это все-таки рекорд такой минимальный. Получается, что подростки вот этих вот эргастеров и эректусов, когда вырастали до взрослого вида, они уже размером со взрослого человека, а мозги у них еще чуть-чуть как бы не догнали. И еще обезьяне. И ведет он себя как обезьянка, но ему уже пальчиком не погрозишь, он сам тебя в угол поставит и отшлепает, потому что он размером-то с тебя, но тормозов у него в голове нет, потому что он еще обезьяна по интеллекту. И вот как у них это уравновешивалось в обществе, большой-большой вопрос на самом деле. Вот эти вот самые эректусы, это такое любопытное время, когда они расселялись по тропической зоне, и орудия у них были, вот эти ашельские, вот в середине рубила, и такие вполне хорошо сделанные, там рубила, кливеры, но при этом каких-то внятных таких человеческих черт поведения как-то вроде особо и нет. И как-то вот не очень понятно, чем они вообще в жизни занимались. То есть искусства нет, погребений нет, одежды, скорее всего, не было, жилищ каких-то внятных мы ни одного, честно говоря, не знаем. И вот как у них жизнь проходила, непонятно. То есть вот рубила есть, да, рубила хорошие, красивые, гласные. Кливеры есть, и все, как бы. И что в них человечество? В чем некоторые, может быть, еще и разучивались говорить, потому что на Яве, например, вот эти черепа пятикантропов, многие не имеют шеловидного отростка, того самого, который я поминал. А отдельная линия Нострови Форис ушла вообще в деградацию, у них мозги уменьшились обратно до 400 грамм, и они стали так называемыми хоббитами, ростом опять метр, но про них я вам ничего не скажу, потому что времени у меня не хватит. Но все-таки в основном прогресс шел вперед, и у отдельных представителей эректусов, видимо, как-то вот что-то какие-то проблески уже такого современного мышления возникали, чему свидетельством вот эта вот раковина из Тренили на Яве. Тренили, кстати говоря, классное место, где был впервые обнаружен пятикантроп, Жен-Дюбуа его нашел еще в 19 веке, но, кроме прочего, Жен-Дюбуа там много чего интересного насобирал, в частности, ракушки. Эти ракушки сто лет лежали в ящике, никто на них не смотрел, и вот совсем недавно, несколько лет назад, наконец-то их распаковали середине 19 века, и изучили. И на одной из этих ракушек вдруг неожиданно обнаружилась вот такая красивая царапулька, как видите, ну, при большой фантазии там можно что-нибудь прочитать, вот, но на самом деле это царапины, сделанные зубом акулы. То есть пятикантроп взял раковину и вот так вот нацарапал зубчатый, такой зигзаг. И это древнейшее искусство. Искусство в самом буквальном смысле, потому что это вещь нефункциональная, она нужна не для того, чтобы ракушку открыть. Открывали они по-другому, они там аккуратненько продырявливали мышцу замыкателя, и она сама так интеллигентно открывалась, эта ракушка. Вот, они это сделаны не для того, чтобы примотать на палку. У них не было еще составных орудий, у них орудие было, вот, вещь себе держала в руке, просто вот, как бы, рубила это самое. А потому что хочется, потому что прикольно сделать такую царапульку на раковине. Чего он при этом имел в виду? Большой вопрос, честно говоря. Ну, учитывая, что бедренная кость пятикантра, понайденная дюбуа, там же, собственно, имеет следы зубов крокодила, можно предположить, что это он, как бы, там, селфи с крокодилом делал, там, зубы рисовал, с натуры, там, что-то такое. Но, как бы, что-то пошло не так, судя по всему. Или, там, задумывался очень сильно, пока рисовал, там. Но, по крайней мере, это самое древнее искусство. С датировкой полмиллиона лет, примерно. Ну, там, довольно расплывчатая датировка, потому что найдено в 19 веке, но, тем не менее, вот, насколько сейчас методы позволяют датировать, где-то примерно полмиллиона лет назад. Эти самые люди расселялись все дальше и дальше. И ко времени примерно полмиллиона лет, ну, или, там, чуть пораньше, чуть попозже, возникает новый вид. Человек гейдебергский, который жил по-прежнему и в Африке, и в Европе, и в Азии. Ну, правда, иногда африканские называются отдельными названиями, типа, там, хомо-радезиенсит, хомо-хелми. Но, в принципе, морфологически они все похожи. Люди гейдебергские заселились в зоны с умеренным уже климатом, в том числе. Ну, то есть, в Африке-то они там так и жили, и жили. Но те, которые в Евразии оказались, они расселялись на север, во-первых. А во-вторых, климат становился хуже. И климат становился все более холодный. Поэтому они были вынуждены что-то изобретать. У них подросли мозги довольно основательные. И в среднем уже у них 1300 грамм. А у нас, напоминаю, 1350. То есть, эти 50 грамм разницы в среднем это вообще ни о чем. Ну, у меня, например, я точно знаю, потому что мне голову сто раз измеряли, ниже среднего значения. Там цифру, конечно, точно я не в курсе, но где-то, наверное, 1300 у меня там плюс-минусы есть. То есть, как вот у этих людей гильбергских. И, кстати, прикольно, что даже от Эректуса есть такой вот череп из Лантьяне из Китая. У него длина и ширина черепа до миллиметра сходятся с моими размерами. Что лишний раз показывает, что оперировать отдельными изолированными циферками бессмысленно. Потому что длина и ширина-то у него как у меня, а высота-то у меня раза в три выше. И объем мозга-то у меня все же побольше. Ну, я все-таки не пятикантроп. Вот. А, соответственно, вот у людей гильбергских уже было почти как у нас. Особо одаренные, вот там есть 1450. Это уже и больше современный средний. Ну, здесь представлены черепа из Франции, из Испании, из Кении, из Китая. Вот реконструкция это из Южной Африки. И эти люди, все-таки, хотя мозги-то уже довольно большие, имели еще примитивное строение. Лоб покатый, надбровье большое. Ну, правда, затылок уже такой более-менее округлый. И подышки в психологии. Правда, не всегда в лучшую сторону. Вот, например, внизу вот этот череп, если присмотритесь, на лбу имеет две дырки. Это симодолососос 17-й череп. Ну, сама цифра симодолососос 17 уже как бы радует. Ну, это значит, что есть первый, второй, 16-й. Ну, на самом деле их там 30. И вот эти вот две дырки у него на лбу – это следы ударов двух последовательных. Причем это такая классическая картина образцово-показательное убийство. Криминалистическое. То есть кто-то его два раза по лбу приложил. То есть обычно, когда дырка на черепе, это может быть, что там камень упал, шел, подскользнулся, упал, там еще что-нибудь такое, да. Но когда две дырки рядышком совершенно одинакового размера и с одинаковыми трещинками, ну, вряд ли он там шел, подскользнулся, упал, встал и еще разок приложился на тот же камень. Так что не все у них было гладко и хорошо, но было масса достижений. Примерно в интервале от 350 до 400 тысяч лет назад они начинают активно использовать и, видимо, добывать огонь. Первые следы использования огня появляются еще миллион семьсот тысяч лет назад, еще во времена первых самых хомо, но это такие разрозненные, единичные случаи. А со временем где-то 400-350 тысяч лет это становится нормой. И поваленное, и много где появляется. Так что, видимо, они реально его научились добывать. А появляются жилища, потому что на севере они в холодный климат проникают. Ну и в других местах тоже жилища есть. То есть это уже конструктивное какое-то мышление, уже довольно большие сооружения, причем некоторые там до 9 метров длиной, но это такое приличное вообще строение с всякими там опорными палками в центре, там с ямками, с очагами. Что прикольно, некоторые жилища по размеру 3 на 6. Ну, если кто не в курсе, то 3 на 6 это ГОСТ стандарт для хрущевки, для большой комнаты в хрущевке. То есть это такой ГОСТ с древностью в 400 тысяч лет. У них появляются, в числе прочего, игрушки. Например, вот здесь орудия, которые сделаны все по технологии, абсолютное такое нормальное рубило, но размером, скажем, 7 сантиметров, вот которая цветная фотография, а прорисовка вот эта вот 4,5 сантиметра, 17 грамм весом. Вот такое вот рубило, которое абсолютно бесполезное, его в пальцах ты не особо удержишь. Но сделано все по технологии, причем там в этих же слоях есть нормальное рубило, нормальное рубило где-то с ладонь размером. И одна из таких весомых интерпретаций, то, что это детская игрушка. Появляются составные орудия, то есть в это время приходит мысль людям, что можно несколько элементов соединить вместе, друг с другом. И можно сделать наконечник, смола, которая приклеивает это дело на палку, ну, вот тут очеп, да, это наконечник, кусок смолы, и на нем видно отпечаток от древка. Ну, деревяшка сгнила, понятно, но еще, наверное, какие-то ремешки были, которым все это привязывалось, там какая-то трава или чем-то таким. То есть как минимум 4 элемента. Наконечник, смола, рукоятка, и какая-то обмотка должна быть еще. А может и больше еще элементов. И это новый уровень. То есть это прям вообще прыжок. Это, ну, как мы там в космос вышли, так вот у них то же самое примерно. То есть орудие уже не просто в руке камень держится, да, а уже приобретает какой-то размер. Копья, может быть, были и до этого, на самом деле, но мы про это мало что знаем. Хотя из этого времени копья и деревянные нам тоже известны. Появляется искусство. В самом простейшем виде это просто очень симметричные орудия, которые трехмерные симметрии обладают. То есть они симметричны и плашмя, если мы смотрим, и с края смотрим, да, и с торца смотрим. И такая симметрия функционально не нужна. То есть пользы от этого, в общем, особо никакой нет. Но они очень старались, делали такие суперсимметричные орудия. И это вот, видимо, эстетика некоторая. То есть у всех кривое, да, я вот делал, о, прям, какое ровненькое, классное. И иногда это какие-то необычно сделанные орудия. Например, вот орудие, сделанное из камня, в котором была ископаемая раковина. И они эту раковину не скалашматили, а так оформили, чтобы она ровно в серединке была, так аккуратненько. Или здесь вот с ванскомба, с морским ежом ископаемым. То есть они нашли породу. Причем порода нехорошая для изготовления орудий, не подходит. Но, тем не менее, они вот заради этого ежа сделали, тем не менее, вот такое рубило клевое. Вот. А проще всех был товарищ из ферсплат из Англии, который своя вот такое вот рубило, длиной 39,5 сантиметров и весом 3,5 кило. То есть оно размером вот с предплечья фактически. Почти 40 сантиметров. И оно уже совершенно бесполезное. Нормально рубило, оно где-то с ладонь. А таким уже ворочать невозможно, ничего не сделаешь. Но как бы у всех рубило, а у меня рубило. То есть это примерно то же самое, как можно по городу Москве кататься на инвалидке, а можно ездить на джипе, который выше меня, как танк весит, его там не припаркуешь, не развернешься на нем, не в сугроб не воткнешься, но он большой. Это как бы понты такие ископаемые в данном случае. Ну а современные уже не ископаемые. И это вот древнейшее, опять же, свидетельство какой-то вот фантазии человеческой. То есть можно и так изгалиться, и так. Хотя, скажем, наскального искусства, еще чего-то такого в этот момент еще нет. Наконец появляются так называемые санитарные погребения. До этого момента, когда человек помирал, он как бы помирал, и все, все шли дальше. Ну как у обезьян. А с этого момента все-таки они иногда живут более-менее в каком-то определенном месте. И если человек помирает, то как-то неприятно, когда под ногами лежит труп и разлагается. Что-то хочется куда-то его уже убрать. И они его брали за ручки-ножки и волокли куда-то в сторонку. И вот в Симон-Лос-Уэсос, в Испании, 430 тысяч лет назад, они их так вот брали, за полкилометра относили и бросали в естественную шахту. То есть ее никто не копал. Это просто такая дырка в земле, 16 метров глубиной. И они туда накидали примерно 30 человек. Может быть больше, пока еще там раскопки не завершились. Там еще каждый год находится новых и новых. Может их там под 50 будет, бог не знает. Но сейчас вот идет порядка 30. И 3 метра костей накидали. При этом на эти 3 метра костей нету костей животных, травоядных. То есть это не помойка. Там только человеческие кости. Еще есть кости хищников, но хищники могли туда упасть, что это запах мяса. А может быть люди сбрасывали трупы хищников, поскольку у них, может быть, была ассоциация себя с хищниками. И на эти же 3 метра отложений есть только одно единственное рубило, которое вот здесь вы можете видеть. Внизу так называемый эскалибур, как его назвали археологи. И это рубило, очень качественно, классно сделанное. И как видите, оно красивое. Оно эксклюзивное, сделанное из какой-то особой породы камня. Красное, с желтыми прожилками. То есть таких аналогов нет, в общем-то. И поскольку это все находится в яме, как я уже сказал, 16 метров глубиной, совершенно отвесными стенками, туда как бы просто так слезть, вылезти не получится. Когда начинали раскапывать, вступить нельзя на эти кости. Там все засыпано вот так костями. Поэтому археологи висели на веревочках, как пинокки вот такие, и, значит, копали под собой, вися просто на ниточках. Но спуститься и вылезти туда нельзя. Поэтому вот это рубило, оно там оказалось, может быть, не случайно. Ну, есть два варианта. Либо кто-то стоял на краю задумчиво там, и там ой, как бы, да, и уже все, привет, как бы туда не полезешь. Либо его нарочно туда кинули. И если его туда бросили наручно, специально, то это уже какой-то погребальный инвентарь. Это уже вот специально мертвым какое-то подношение. Это уже новый уровень. Ну, и в конце существования этих людей гильдбергских, видимо, появляются какие-никакие ритуалы. Недавно из Брюникеля, в позапрошлом году, было описано, или даже в прошлом, в 17-м, была описана такая структура кольцевая в пещере Брюникель в 300 метрах от входа, куда уже свет не достает, туда надо как-то хитро ползти. И там эти люди накололи сталагмитов-сталактитов, выложили их в кольца и жгли там долго старательно кости пещерных медведей. То есть это явно не функциональная, опять же, штука. Это не для того, чтобы там барбекю, да, из медведей сделать, потому что, ну, не обязательно для этого тараниться там 30 метров в пещеру, там холодно, сыро, и сами вот эти кольца из камней выкладывать, это тоже такое развлечение нижсреднего. Там они несколько тонн перелопатили в итоге этих камней, но, тем не менее, они старательно это делали. Это говорит о том, что это какой-то уже, видимо, ритуал. Гораздо большего развития это все достигает у неандертальцев, которые известны в основном из Европы, из Ближнего Востока, но на самом деле жили где-то до Алтая. Неандертальцы – это такое параллельное нам человечество, потому что, с одной стороны, они на нас довольно-таки сильно похожи, с другой стороны, все-таки резко отличаются и напрямую нашими предками не были. У них мозги достигают уже примерно 1500 грамм в среднем, это больше, чем у нас, но, судя по палеогенетике, работа мозга у них все-таки отличалась от нашей и, наверное, все-таки они нам в чем-то уступали. При этом у них очень редко встречаются следы искусства, но встречаются, вот, например, в Крапине, по центру вы видите, ожерелье из когтей орлана-белохвоста. Это древнейшее индивидуальное украшение, которое вообще, в принципе, на планете известно. У них иногда были довольно разные технологии, например, в Кюниксау они делали вар, из березовой коры перегоняли, причем в анаэробных условиях, то есть это довольно такая технологичная штука, которую просто так, как бы, на костре не сквасишь, надо какие-то там земляные печи городить. Они могли использовать перолюзит, это окислые такие, для более легкого зажигания огня. Перолюзит позволяет зажигать на 100 градусов при меньшей температуре, чем как бы без этого перолюзита. То есть такой огненный порошок фактически. У них появляются погребения древнейшие, вот, допустим, погребения Шенедар-4, вокруг которого найдены, ну, внутри, вернее, которого в погребении найдены споры растений, ну, пыльца, в смысле, растений, споропыльцевой анализ показал, что погребение было засыпано цветами. Там 7 видов цветов, из них 6 до вида определены, и цветы красивые, такие синенькие, красненькие, желтенькие, причем все цветы лекарственные, и все лекарственные от болезни почек. А конкретно у этого человека перелом ребра на спине как раз чуть повыше почки. И поэтому, может быть, у неандертальцев была какая-никакая медицина. Ну, из других данных тоже отследуют. Допустим, в Эльсидроне там на зубах одной женщины есть гранулы крахмала ромашки от ищелистника, которые, с одной стороны, горькие, и просто так, как пожевать, как-то в голову не придет, а с другой стороны, лекарственные. И, может быть, у них была вот какая-то такая деревенская медицина, ну, на уровне современных, там, бабушек, да, деревенских, но, тем не менее, ну, народная. Но при этом все-таки они уступали нашим предкам, потому что у неандертальцев погребения-то есть, но нет двойных-тройных погребений, всегда только один человек в могиле, он всегда в одной и той же позе скорчен на боку, и всегда без какого-либо инвентаря. То есть какие-то ритуалы у них иногда, видимо, возникали, но как-то так, с фантазией у них было туговато. Благодаря исследованию древних геномов, тут съехала наверху надпись, но неважно, там написано «метисация». Мы знаем, что неандертальцы смешивались с нашими предками как минимум трижды, на самом деле, а от наших предков к ним генетика приезжала, но это смешение порядка двух процентов, на самом деле. То есть у современных неафриканцев есть примерно два процента примесей неандертальцев. Но здесь я африканцев особо не вижу, вроде нет, и, соответственно, здесь все, где-то примерно два процента неандертальцы. Причем у разных людей эта неандертальская примесь немножко разная, поэтому если от всех понемножку поковырять, можно собрать где-то от 35 до 75 процентов неандертальцев целого. Ну, если постараться. Но кроме неандертальцев были и другие на самом деле человечества, в частности, денисовцы на Алтае, про которых я вам ничего не скажу, потому что, во-первых, мало что про них известно, а во-вторых, время у меня кончается. Ну, и, наконец, в интервале времени от 200 до 50 тысяч лет назад в Африке все в той же самой, ну, наши предки были самые унылые, они так все это время в Африке и сидели, пока другие развлекались, превращались там то в хоббитов, то в денисовцев, то еще кого-то. Вот, а наши так сидели в Африке, и в интервале от 200 до 50 тысяч лет назад складывается уже наш вид. Вот эти люди между двумястами и 50 тысячами лет это такие как бы недосапиенцы, то есть вроде они и сапиенцы, а вроде как и не очень. Ну, вот эти два черепа наверху, например, из Херта, из Дара Салтана, это вот как раз примерно такое время, там 160 тысяч лет, 90 тысяч лет, и среди современных людей таких при желании найти можно, если долго искать. У них тяжелый очень череп, мощное надбровие, такой выступающий затылок, крупное лицо, но при этом телосложение как у меня, то есть они длинные, тощие, ну, потому что Африка. Но если одного такого здесь посадить, все на него немного покосятся, ну, такой мордастый будет персонаж, да, такой худой, вытянутый, но какой-то странноватый, но бывает как бы. Но если вас всех, допустим, согнать вот туда, ну, лучше к выходу на самом деле, а вот этих вот человек 20, да, вот посадить вот здесь вот, то уже как бы некоторые начнут выходить, потому что это уже контраст будет такой довольно основательный. Это вот как бы вопрос статистики. То есть один вроде, да, вписывается, да, а как вот максимум группа уже не очень вписывается. А ко времени порядка 50 тысяч лет назад эти люди уже практически перестали от нас отличаться. Это не значит, что эволюция закончилась и прекратилась. Просто 50 тысяч лет для эволюции слишком короткий отрезок, чтобы мы какие-то существенные отличия увидели. Ну, вот эти вот древние люди от 50 до 10 тысяч лет назад иногда называются кроманьонцы, благодаря вот этому черепу, ну, и там еще два других есть, из грота Кроманьон во Франции, которые, собственно, дали название кроманьонцам. И это люди, которые изобрели массу всего интересного рисунков наскальным и, в общем, весь комплекс, который нас теперь окружает. Но это уже как бы совершенно неинтересно, потому что вы можете вокруг себя посмотреть и, в принципе, примерно то же самое увидеть. Ну, только там вместо каменных орудий будут всякие кликеры, всякие там пластиковые бумажные стаканчики, а так, по большому счету, то же самое. И последние 10 тысяч лет это уже всякая ерунда типа истории. То есть появляются цивилизации, там чуть попозже пирамиды начинают строить, изобретают государственный строй, бюрократию, письменность, строят всякие там развлекательные центры, устраивают лекции, проекторы. Ну, это уже как бы так ни о чем. Так что, в принципе, с появлением кроманьонцев можно считать, что наша эволюция на данный момент приехала к завершению, но будет ли продолжение зависит исключительно от нас, от того, как мы себя будем вести, хорошо или не очень, будем ли мы мусорить дальше и загадим планету так, что сами не сможем на ней жить, или все-таки возьмемся за ум и все у нас будет хорошо. Это зависит от нас. И я так, не очень верю в счастливое будущее, вот так, глядя вокруг, ну, вот, мне сейчас на электричке домой ехать, да, и там, что вокруг электрички говорится, страшное дело. Но верю все-таки в то, что человек отчисто одумается, и все будет все-таки лучше. Спасибо за внимание. Да, Станислав, огромное спасибо за очень увлекательную лекцию. Я думаю, в следующий раз про Денисовцев мы что-то услышим. Я говорю вам, как Денис, мне очень интересно. На самом деле, название Денисовцы в честь разбойника Денисова, который был злобный упырь и просто в этой пещере прятался. Поэтому те, кто откопали вот этого Денисовца, да, археологи, там, Деревянка, Сотоварищи, Шуньков, там, и прочее, они с самого начала были очень против, чтобы Денисовцами называли древних людей, потому что классные такие люди, да, и в честь какого-то злобного злодея-разбойника. Понятно. Видимо, не все Денисовцы одинаковые. Да. Дорогие друзья, у нас есть некоторое время на вопросы. Поднимайте руки, мы подойдем, микрофон передадим. Здравствуйте. Спасибо, спасибо вам за лекцию, очень интересно. Я бы на самом деле сейчас с удовольствием сидела бы и слушала и слушала от самого большого взрыва и даже спать бы не ложилась. Но у нас очень важный вопрос. Вот Соня ее очень сильно интересует. Она недавно мылась в ванной, в душе плескалась, долго очень, и у нее скукожились пальцы. И она вышла и говорит, мам, почему у людей скукоживается кожа на руках. Я говорю, Соня, ну давай погуглим, я не знаю почему. Но мы погуглили, нашли там три варианта разных. Один из них был, то, что это нам от предков досталось, что это очень похоже на протектор, и им было удобно лазить по скалам. Ну и еще два других варианта, да, в одном, потому что теряем жидкость, в другом, потому что наоборот набираем ее. И, ну, вот интересно было бы мнение ученого услышать. Ну, на самом деле, набираем жидкость, кожа становится больше, ну и складывается в складки. Все элементарно. Просто, как бы, ей куда-то надо деваться, и она собирается в складочки. Когда я, кстати, был маленький, тоже она у меня так собиралась, и мне говорили, я очень пугался, говорил, ой, какой ужас, ну, когда я вот всем там только говорить научился. И мне говорили, да, это просто морщинки. А я, поскольку был очень маленький, мне казалось, что это машинки, и поэтому с этого момента я возненавидел машинки, и поэтому стал биологом. Ну, скорее всего, это просто побочный эффект увеличения кожи, да. То есть оно, как бы... А можно следующий вопрос? А вот у меня такой вопрос. Из-за того, что у нас, вы сказали, что у нас портится климат, у нас портится, ну, окружающая среда. Да, вот мне интересно, вот благодаря ней, будет ли как-нибудь ускорен ну, вот следующий вид человечества, вот, может быть, благодаря какой-нибудь мутации, как вы думаете, скоро он будет? Ну, проблема в том, что... Ускоряет, ну... Среда не сама портится, среда не портится, это мы ее портим. И мы ее портим гораздо быстрее, чем можем приспосабливаться. Благодаря каких-нибудь мутаций вот человечество будет дальше развиваться? Нет, ну, человечество будет развиваться однозначно без вариантов вообще. Другое дело, что мы успеваем ухайдокать эту среду гораздо быстрее, чем мы, в принципе, могли бы приспособиться. То есть мутация, это мутациями, но должен быть какой-то отбор, и он не происходит быстро. Как я сказал, за последние 50 тысяч лет мы не шибко-то поменялись. То есть для того, чтобы нам нормально приспособиться, ну, нужно сколько-то тысяч лет. А мы эту среду убили за 100 лет, ну, там, 150, может быть, там, в середине XIX века. И темпы этого разрушения только нарастают. Ну, прямо на глазах. То есть тут как бы вообще вокруг посмотреть можно, и все. Так что... Вот поэтому я довольно пессимистически настроен, о чем я сказал, что у нас просто скоростей бактерии приспособятся без проблем. Какие-то там натекомые наверняка приспособятся. А вот человек все-таки, он... У нас длина поколения 25 лет. И как бы поколение 25 лет. А за 25 лет можно урезнить все, что хочешь. Разрушить. Где мы... Чем мы дышать-то будем? Чем мы питаться будем? Ну, а эволюция... Ну, если мы все-таки не вымрем, эволюция продолжится. Про это есть отдельная лекция панеля Марлок на логическое будущее человечества. Станислав, можно еще один вопрос? А насколько... Микрофон повыше. Насколько далеко в глубь времен у наших предков прослеживается половой деморфизм? То есть с точки зрения размеров, с точки зрения воспринения волосяного покрова? Как бы это бактерии, в принципе, прослеживается. Вопрос... То есть с того момента, как появляется вообще в принципе понятие пола, да, но это еще в Докембрии появилось, так и деморфизм какой-то есть. Вопрос, он бывает больше или меньше? Вот в нашей приматной линии, он, ну, в человеческой непосредственно, он скорее уменьшался. У горилла, например, он усиливался. И гориллы и шимпанзе имеют пола деморфизм больше, чем был у проконсулов, а мы меньше, чем у проконсулов. То есть в нашей линии человеческой различия сглаживались. А у других, или вот горилла, самец, он там в два раза больше, чем самка. Да, у человека разница тоже есть, ну, там не ахти какая. И у человека очень мало таких признаков. Ну, собственно, там, не знаю, борода. Да, там, ну, еще там чуть-чуть, чуть по мелочам, но это как бы так. У меня вопрос. Спасибо вам большое за лекцию. Я здесь... Да, просто динамик-то сверху. Да, спасибо. Вот вопрос такой. Вы говорили о возникновении сводов стопы у ардипитеков. Так вот, можно ли у современного человека возникновение плоскостопия считать регрессом? Ну, в общем, как бы да, только это не совсем эволюционный регресс, потому что это индивидуальный регресс. Поэтому это не регресс, а патология. Ну, в общем, как бы да. То есть у нас ребенок рождается без сводов стопы. У ребенка-то она плоская по определению. И свод формируется уже при нагрузках. Если ребенок с детства ходить не будет, у него тоже свод не сформируется. И есть даже такое мнение обоснованное, что у нас, строго говоря, нету генов сводов стопы. То есть у нас в генетике эти своды нигде никак не прописаны вообще в реальности. Так же, как, скажем, лордозы в позвоночнике. Они возникают просто под нагрузкой. Но есть предрасположенность к формированию. И она должна реализоваться, если мы будем это дело нагружать. Ну, поэтому это как бы да, регресс, но он такой как бы... Регрессом это станет, если мы перестанем ходить вообще, будем кататься на каких-нибудь тележках автоматических, и тогда у нас перестанет формироваться свод в принципе, и будут все плоскостопы, как видовой признак, тогда это будет регресс. Спасибо. Работает? Я хотел спросить по поводу регресса. Ну, так как в последнее время очень развиваются технологии, то человек сам меньше делает что-либо. И поэтому возможно ли, что с течением времени люди деградируют? Да, это еще одна причина, почему я довольно пессимистично смотрю в будущее. Вот буквально несколько дней назад у меня, допустим, на двери дома появилась надпись, что вы срочно должны заключить какой-то там договор, ТО, КГГО, иначе отключим газ и не включим его вам больше никогда. И что-то вот в такие моменты вера в человечество у меня рушится и как-то вот совсем печально становится. То есть у нас действительно сейчас очень мало людей поддерживает благосостояние всех остальных. То есть те, кто реально делает какое-то полезное дело. А огромный процент пишут вот такие страшные бумажки, занимаются заключением договоров на ТО, там какой-то, еще какую-то фигню, которая как бы смысла не прибавляет. То есть есть люди, которые выращивают еду, строят дома и делают орудия труда, да, полезные. Это вот полезные люди. А 99% могут этим не заниматься вообще. И либо вообще ничего не делать, либо мешать другим жить, там какую-нибудь бюрократию разводить вот такого рода, там еще что-нибудь такое. Ну или как я, трепаться, допустим, да, там лекции читать. И общий уровень в целом при этом будет падать неизбежно. Потому что у нас нету отбора на интеллект. В следующее поколение переходит не самые умные, а все подряд. И нет такого, чтобы у умных было много детей, а у неумных было мало детей. У древних людей такое было. То есть если человек дурак, он просто помрет с голоду, и дети его помрут с голоду, и все. Или там съедят их какие-нибудь там, соблезубые тигры. А у нас этого нет. У нас все выживают чудесно. И апопеоз этого, наверное, ну не все, не все видели. Или, если не видели, посмотрите, фильм «Идиократия» есть. Вот первые там буквально 10 минут этого фильма. Вот можно там дальше не смотреть. Фильм дурацкий, но как бы вот смысл его тот самый. К чему все может привести? Посмотрите фильм «Идиократия». Вот лучший ответ. Но я себе так, кстати, представляю, что с нарастанием вот этого благолепия, да, и цивилизации, у нас до некоторого момента все это будет так, что можно вообще не думать, ничего не делать, и сидеть там в сотовый телефон, а так тыркать. Ну, я вот сейчас на метро сюда ехал, ну и каждый день. И народ сидит, и какие-то там шарики передвигает по экранчику. Этот планшет, блин, такие мощности имеет, что, как известно, там можно на Луну ракеты запускать. Нет, человек играет в Тетрис какой-то там или аналог. И до некоторого момента это все будет усиливаться, потом все это обрушится, потому что просто не будет хватать интеллектуальных людей, чтобы этот уровень жизни поддерживать. И снова пойдет естественный отбор. Поэтому надежда вся у нас на бушменов, папуасов, амазонских индейцев, каких-то андаманских аборигенов, которые все это время живут без всякой цивилизации, бегают голые там где-нибудь по Саванне или по лесу, и у них все с интеллектом хорошо. У них отбор идет, там дураки не выживают. Они как раз самые умные люди на планете. И это вот наша надежда на будущее. Стоит ли нам их завозить сюда, чтобы спасти род человеческий? Завозить? Они сами заезжают к нам. Ну, андаманских аборигенов я не видел. Бушмена я, кстати, в московском медру однажды видел. Так, руки поднимайте, пожалуйста, потому что, уверен, вопрос еще есть. Потому что волосы на голове – это термоизолирующая прослойка против перегрева мозга. В тропиках у людей курчавые волосы, и когда волосы курчавые, между ними воздух находится, и сам волос курчавый, он когда изогнутый, там пластинки кератина, они под углом друг друга, и между ними получаются как бы, ну, не то что пузырьки воздуха, но некий воздух. И это получается теплоизоляция, потому что воздух лучше теплоизолятор. В окнах все двойные стекла, тот же самый принцип работает. Только у нас это чтобы от холода спастись, а там чтобы холод сохранить в мозгах. Потому что в Африке актуальнейшая проблема – перегрев мозга, чтобы они не вскипели мозги, нужно, пусть даже не сильно длинные, но курчавые волосы на голове иметь. Вот когда из Африки вышли, тогда волосы могут быть и волнисты, какие угодно, потому что, в принципе, это не актуально. Ну, там в шапках можно ходить, да. А в Африке так. И поэтому вот на голове волосы остались. Вот это неограниченный рост волос, про него, честно говоря, ничего толком неизвестно, когда он возник, но чисто так теоретически он возник в тот момент, когда появились нормальные орудия труда, когда стали себе волосы резать. Уже стричься. И если можно себе волосы отрезать, то мутации, которые нарушают ограничение роста волос, да, и дают неограниченный рост волос, они перестают быть вредными. Вот у шимпанзе, у нее волосы не растут, сколько влезет, потому что, как бы, ей это вредная мутация. А у нас она возникла в какой-то момент и перестала отбираться отбором, потому что можно себе подщикать это очепом. И всякие там аборигены, те же там бушмены, кто угодно, они за волосами очень следят, в отличие от меня, они там очень старательно подстригаются, все там и бреются, и там какие-то шевелюры себе делают, прикольные там прически, очень следят. Делают это обсидиановыми, какими-то там очепами. И, видимо, это вот там с хаббельцев каких-то началось, скорее всего. Станислав, такой вопрос. Доказан ли тот факт, что уменьшение массы челюсти явился первичной причиной увеличения объема мозга? Ну, это не то, что первичная причина, это свойство, которое дало возможность увеличивать мозги. А это доказывается просто графиками, когда у нас есть циферки, ну, они у нас есть, размеров челюстей, зубов, толщины костей свода и размеров мозга. Эти графики, они вот так вот противоположны. Это просто совпадение, что человек стал больше думать и... Нет, ну, это может быть и совпадение, но чисто механически у нас челюсть уменьшается, масса головы становится легче, а мозги растут, и суммарная масса головы остается за той же самой. Так что... Я к тому, та же эволюция, то есть те же шейные позвонки, они же могли... Про шейные позвонки, к сожалению, нам почти ничего не известно. Они маленькие, они очень плохо сохраняются. То есть тут гадать-то можно, придумывать что угодно, но пока у нас этих шейных позвонков нет, то как бы мы про это мало что знаем. Но шейные позвонки не сильно менялись. На самом деле шейные позвонки, они от шимпанзе до нас практически одинаковые. Там чуть-чуть, там, астистые отростки меняются, позвоночные отверстия там пошире становятся, да и как бы и все. То есть там минимальные отличия. Единственное, вот у нас уже на самых поздних этапах, но это не у ранних хома, а уже у сайпинцев, астистые отростки на шейных позвонках стали коротенькие, раздвоенные. Но это уже свойство нашего вида, а не рода. То есть это не 2 миллиона лет назад произошло, и не 3, а там 1050 лет назад. А так позвонки, это довольно стабильная вещь. Она вообще, на удивление, у всех млекопитающих стабильная. То есть там количество позвонков, да, 7 штук, оно там от, не знаю, какой-нибудь там бурозубки или там утконоса даже, до нас все то же самое. Спасибо. Спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. Вы в своей лекции упомянули, что сначала один вид считался предковым для человека, но затем его таковым считать перестали. И, допустим, если вы нашли останки, у которых пропорции малого таза соответствуют пропорциям человека, и нашли остатки уже другого вида, то есть человек 30, и вы определили, что у них имеется свод стопы, не такой развитый, как у человека, как вы сможете доказать, что один из них был предковым, а другой точно не был предковым, если они обитали примерно на одной территории? Это будет вопрос большой, потому что от одного таза, от другого стопа, тут как бы несравнимо получается. А много таких? Ну вот, когда я показывал грацильных австромопитеков, там были, например, какой-нибудь там австромопитек Гарри, но от него зубы есть, зубы они довольно четко показывают, что он не предок. Там Деремеда, какой-нибудь там Бахарль-Газальский австромопитек, еще там какие-то ошметки есть. И про некоторых, да, непонятно, когда обломки, и очень часто бывает, что вначале находят какие-то запчасти, и потом они иногда десятилетиями лежат без нормального определения. Ну, допустим, от Ордипитека, Рамедуса, описали порядка там 10 лет назад. А первые его остатки в реальности были найдены еще в 60-х годах. Только они как бы были не прит... ну, афрагментарные слишком, и по ним ничего толком было нельзя сказать. То есть было понятно, что да, это какой-то очень древний австромопитек, очень архаичный, но предок, не предок, вот он так и зависал. А когда нашли целый скелет, и у нас есть информация по всему скелету, мы уже видим, что да, это оказывается он и был, и все-таки он там предок. То есть все решается статистикой. Если у нас изолированные остатки и малая информация, современные антропологи, они стараются не делать там сильно больших заключений. Вот первым антропологам было здорово. Они как первые находили там кость, там пусть какую-нибудь, неважно, там кусочек, тут же говорили, о, это точно предок. И таких предков открывали там немеряное количество, потом почти все из них, естественно, оказались не предками. Поэтому у нас и неандертальцы не предки, и пятикантроп яванский тоже, в общем-то, не предок, и синантроп это тоже не предки, несмотря на то, что китайцы считают. И вот этот автороптек африканский, который из Южной Африки, тоже не предок. И все первые, кто считались предками, и кто в школьном курсе, в школьной программе у нас все, вот цепочку устраиваются в человека, они как раз синие предки. А те, которые настоящие предки, вот в школе, например, у нас в учебнике про них ничего не сказано. Здравствуйте. Большое спасибо за лекцию. Еще хотела задать такой вопрос. Были ли найдены находки предков человека в Америке и Австралии? Просто про это ничего не сказано. Может быть, через Берингов пролив как-то там перешли, например, из Евразии в Америку? Заселение Америки относится ко времени достоверно где-то 14 тысяч лет назад, там плюс-минус, недостоверно где-то может быть до 30 или там 20 с чем-то. Но это уже время кроманьонцев, поэтому я про это ничего особо и не сказал. Это уже вот просто расселение современного сапиенс по планете. Где-то там с 50 тысяч лет назад и дальше вот они стали расселяться. В Австралии тоже где-то между 50 и 40 тысячами лет люди попали в Австралию. Но это был уже современный вид человека хомо сапиенс. Поэтому они там известны, там кости есть, орудия есть, там всякие наскальные рисунки есть. стоянки есть, но это уже сапиенсы. То есть они уже как бы наш вид, там по деталям они отличаются, но это расовое отличие, в принципе, они и сейчас как бы другие расы. Но это слишком мизерное отличие, чтобы это вот так в глобальном плане говорить. То есть само по себе разнообразие человека это прикольная тема, богатая. И рассоведение, это прямо треть антропологии на самом деле. И история рассоведения, это там еще более богатая тема. Но просто у меня сейчас немножко про другое было, поэтому я про это ничего не сказал. Спасибо. Есть, кстати, всякие измышления, что может быть еще и неандертальцы попали в Америку, и там в цируте мастодона шли какие-то странные кости мастодона, вроде бы разбитые, но это же въем и по воде. То есть скорее всего до сапиенсов никто туда не попадал. Спасибо за лекцию, у меня такой вопрос. Как-то говорили, что с развитием видов размер мозга постепенно увеличивался, увеличивался, достиг какого-то размера и в последнее время он стал, наоборот, уменьшаться. Вот с чем это связано и на что это повлияло? Ну действительно, если вот рисовать все эти мозги на графиках, то получается, что примерно 25 тысяч лет назад мозги стали усыхать. Причем темпы уменьшения размера мозга за вот эти 25 тысяч последних лет быстрее темпы уменьшения, чем нарастание за предыдущие 2,5 миллиона лет. То есть мы довольно-таки бодро мозги наращивали, теперь еще гораздо быстрее их теряем. И есть два объяснения этому, две альтернативные версии. Ну и больше, но две такие основные. Первая версия это то, что процессор стал круче, как бы новую версию выпустили, да, и у нас в меньшем объеме большие возможности. Это такая оптимистичная версия, которую многие разделяют, но я не очень разделяю, потому что если это так, то это стало уменьшаться 25 тысяч лет назад. Тогда это значит, что какие-нибудь австралийские аборигены по своему интеллекту должны принципиально от нас отличаться, потому что предки австралийских аборигенов, ну и многих вообще других рас, отделились раньше, чем 25 тысяч лет назад. И это такой подарок расистам был бы, да, признать, что они вообще как бы и не очень-то люди. И это, но у них, кстати, тоже мозги уменьшались, как у всех остальных, и у бушменов уменьшались, и у нас уменьшались, там, у кого угодно. Только у северных монголоидов они увеличивались упорно. И у некоторых северных европеоидов тоже росли, но не всех. И вторая версия, это то, что, в принципе, строение там мозга, какое было, такое и осталось, но исчез отбор на особо интеллектуальных, о чем я сегодня уже говорил. То есть, вот эти первые кроманьонцы до 25 тысяч лет назад были универсалы. То есть, вот он родился, и за первые 15 лет жизни он должен научиться всему. Там, делать орудия, зажигать огонь, строить жилища, охотиться, собирать, шить, я не знаю, там, ткать, хранить все обряды, помнить песни, общаться, и все-все-все, а в 30 лет он уже помирает. То есть, 15 лет он этому учится, 15 лет он это использует, как бы все, приехали. Но это надо делать быстро, причем, и для этого надо реально иметь большие мозги. То есть, если что-то там не догоняешь, ты, скорее всего, умрешь намного раньше. А потом жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, и можно уже как бы и не так напрягаться, потому что шаман вылечит, да, какие-то бабушки песенки споют, там, за детишками последят, кто-то умеет классно делать наконечники, кто-то там шкуры выделывает, можно, обмен возникает с другими племенами. Эти охотятся там на бобров, эти охотятся на оленей, вот они там друг с другом меняются, причем это реальный случай обмена, допустим, на Аляске. Я вот в последнее время читаю книгу Загозкина, всем рекомендую, там, 19 век, индейцы, эскимосы, вот они там обмениваются, северные бьют оленей, и шкуры оленей, и мясо, и там, какие-нибудь тюлени, да, тоже шкуры мяса, сплавляют на юг, а с юга шкурки пушных зверей идут на север. Очень такая классная специализация. Но каждый отдельный человек может уже всего не знать и не помнить. И поэтому быть вредными. А поскольку мутации, уменьшающие размер мозга, более вероятны, чем увеличивающие, то в среднем мозги будут уменьшаться, они уменьшаются. Кстати, в некоторых странах, отдельно взятых странах, допустим, в Англии, за последние где-то лет так 100, даже 150, мозги чуть-чуть подросли. Но это у особо одаренных. Вот. У нас в конце 19 века тоже немножко подросли. Сейчас вот за последние немножко рост тела, длина тела начинает падать. С мозгами никто не знает, потому что никто не проверял, не измерял. Но вот длина тела уменьшается. Так что, может быть, мозги тоже. Спасибо за лекцию. У меня вопрос по поводу вот этих добрых обезьянок. Насколько они были добрыми? Потому что я где-то читала, что хищники, наоборот, внутри видовая агрессия у них не так распространена, потому что они могут убить одним ударом. И поэтому там даже когда борются, как-то себя сдерживают. И наоборот, виду которых ни клыков, ни челюстей нет, они дубатят себя друг к другу как следует, потому что, в общем-то, ничего не сдерживают. Хомяки, например. Ну вот да, и люди. Поэтому насколько вообще вот эти обезьянки с менее выраженными клыками были добрыми? Ну вот так оно и есть, собственно, как бы. То есть, как, мы вот эту степень доброты по сути можем оценивать только по этим размерам клыков и вообще выраженности морды. У современных еще можно смотреть на какие-нибудь хохлы, гривы, но у ископаемых этого мы ничего не знаем. И у разных видов древних получается очень неодинаково. То есть, у нас есть даже близкоростные более-менее виды. Например, какой-нибудь там Пьер Лапитек, человекообразный такой, родственник горилла, у него здоровая рожа была, а там родственные роды и виды, коротенькие были виды, в смысле морды этих. У наших предков никогда не зашкаливало. Вот у нашей прямой линии человеческой, да, от проконсулов и раньше и позже, все время оно так себе было. А у альтернативных увеличивалось. И поэтому современные гориллы и шимпанзе имеют гораздо более выраженные эти признаки, чем наши предки. В этом смысле мы меньше отличаемся от проконсула, чем гориллы и шимпанзе. То есть они прогрессивные, а мы примитивные. Вот. Но мы примитивные в своей доброте и, в общем, это хорошо. А вот проблема началась, скорее всего, у человека, когда стали использовать орудия труда и вооруженность резко возросла. И появились всякие там булыжники, палки, копья, которые можно уделать человека только так. И вот тут, да, наверное, возникли проблемы и пришлось изобретать речь, жестикуляцию, мимику. И все это стало усиливаться. Всякие там обмены, дарения, опять же там законы, бюрократию пресловутую и все такое прочее, чтобы как-то вот это вот, чтобы работало. Есть замечательные прецеденты из недавней истории. У человека на уровне вот какой-то инстинктов этого ничего не прописано на самом деле. Это все чисто обучением достигается. Поэтому есть прецеденты, когда, например, в Сомали годами, веками, тысячелетиями они кололи друг друга копьями и все было хорошо. То есть много копьями не наубиваешь, потому что у другого тоже такое же копье. А когда у них появились автоматы Калашникова, то появилась вот в Сомали в нынешнем состоянии, ну, всем, наверное, представляется, какая-то там жесть вообще творится. Во Вьетнаме, во время Вьетнамской войны в США был прецедент, когда исчезло целое племя, там какая-то горная деревня и как бы они там жили-жили, бац, исчезли. И все стали, ясно, делал бочку катить на американцев, потому что они там, ну, правда, жесть творили. Но было специальное большое расследование приведено, оказалось, что нет, вот конкретно в этом случае американцы не виноваты. Просто появилось много огнестрельного оружия или если раньше там два человека поссорились, ну, и там в рожу дал, как бы на этом все кончалось, да. А тут у них винтовки появились. И они там шпочпок, как бы и все. И племя вымерло в течение двух лет или там что-то типа того. И все тут перестреляли друг друга. Потому что в культуре не было вот этого сдерживания. И чтобы оно появилось, нужно какое-то время, чтобы это вот какую-то практику такую законодательную, что ли, приобрело, ну, хотя бы на уровне местного права. А врожденного у человека этого нет и с этим проблемы. То есть, кстати говоря, шимпанзе гораздо лучше распознают скрытую мимику, чем человек. То есть, вот микро всякие движения, неудовольствия и так далее, шимпанзе намного лучше распознают, чем люди. Потому что у них речи нет. И по этой же причине, кстати, люди немые, которые говорить не умеют или по разным причинам, да, всяким. Бывает, они тоже лучше мимику распознают, это точно известно. Их обмануть нельзя. Вот люди, допустим, сафазеи верники, которые не понимают речь, то есть они, да, сами так говорить и не могут, но они не распознают речь на слух из-за повреждения мозга. Они идеальные, эти, как это называется-то, детекторы лжи. То есть, их обмануть вообще нельзя, никак. Потому что они сразу видят, что мимика не такая, не соответствуют слова, слов они не понимают, как бы, да, но вот они видят, что фигня какая-то. У него жесты, движения и слова не совпадают с выражением. А нормальный человек, его можно одурачить, потому что он слишком умный. Ну, давайте последний вопрос, наверное, самый. А есть ли еще вопросы? У меня целых два вопроса назрело. Вообще их больше, но... Только очень короткие, пожалуйста. Они короткие. нас выгонят и там уже охранники. В какой момент морда превратилась в лицо или у ученых все просто черепом ограничивается? И второй вопрос, когда-нибудь у женщин перестанут расти волосы на ногах? Ну, для антрополога разницы понятий лицо и морда в общем нету. То есть, ну, в русском языке как бы разница есть некоторая, да, а в антропологии это все лицевой череп или там, лицевой скелет. И он может быть массивный, но это морда, это грацильный, это лицо. Но граница плавная постепенно, вот я вам показывал все эти лица. И вот в какой момент считаете, что это уже лицо, это дело личное. А насчет волос на ногах, если будет отбор, если волосато волосатоноги и женщины будут оставлять меньше потомства, я не знаю, умирать с горя или там никто не будет жениться на них, да, и там говорить, фу, у тебя там ноги волосатые, тогда да, пойдет отбор и исчезнет. Но поскольку есть эпиляция, там, колготки, всякие такие дела, там, ритузы, бритвы, то, видимо, да. АПЛОДИСМЕНТЫ